МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Интриги больше нет. Сегодня день съездов. Политики определились, каким составом пойдут на новые выборы. Ну, вот списки, которые они сегодня утвердили. Сотни листов бумаги. Тут хватает и старых лиц, и новичков. Тут и популярные журналисты, и комбаты. Хватает и сюрпризов. Но только представьте, партия регионов, партия номер один на прошлых выборах решила из политики, ну, скажем так, самоустраниться. Обо всем этом обязательно поговорим сегодня. Ну, а начнем. Начнем с темы, которая на этих выборах пройдет красной линией. Ситуация на фронте. Министр обороны страны Валерий Гелетей сейчас в нашей студии. Господин министр, проходите, пожалуйста. Ему зададим самые острые вопросы. И давайте начнем с положения отдела на востоке. Итай, по-моему. Здравствуйте. Рад вас видеть. То, что мы видим по сегодняшним сводкам. За последние сутки были обстрелы наших позиций, но в целом режим перемирия сохраняется. Какая у вас есть последняя информация? Добрый вечер студия. Добрый вечер всем, кто нас сейчас смотрит. Я хотел бы коротко по-військовому сказать, что действительно ситуация в зоне АТО сейчас напруженно стабильна. Разом с тем, если раньше у нас было близко 60 мест, где постоянно шли обстрелы, сейчас мы имеем около 5-6 таких мест, где постоянно идут провокации. Само с этой методой задеяны представители миссии ОБСЕ, которые безусловно на местах также установят эти факты, чтобы не было потом взаимодействий на адресу Украинских Збройных Сил, что именно мы провокируем эти вещи. Поэтому я бы сказал таким образом, что все то, что происходит сейчас в Донецке и Луганской области, не дает нам спокойствия, не дает нам, возможно, все эти факты, что там достаточно добрые. Но вместе с тем, в каких частях перемирия действительно есть. То есть мы живем уже немножко в другой реальности. То, о чем мы с вами вот только что говорили, видел своими глазами наш корреспондент Андрей Лащ. Он в прямом эфире около городка Попасное, что в Луганской области. Андрей, тебе слово. Да, Дима, сегодня террористы обстреляли сразу несколько позиций, где находятся украинские солдаты. Военные говорят, боевики открывают огонь фактически в десятки метров от них. Пользуются режимом прекращения огня, который наши ребята неукоснительно соблюдают. Ну, если проанализировать то, что было до перемирия, и сейчас, я могу сказать, обстрел увеличится в два-три раза. То есть они выходят на позицию, открывают огонь. Мы корректируем свой огонь, открываем ответ. И они исчезают на некоторое время. Потом опять появляются. И в который раз террористы, не стесняясь, стреляют по жилым кварталам. Военные считают специально. И сегодня, особенно 15.06, хорошо дали упал снаряд под фундаментом милиции. О, стекла полетели. И в церкви тоже. Есть, правда, и хорошие новости. В город постепенно возвращаются люди и бизнес. В Попасной возобновили работу некоторые банки. И вот, Дима, у меня есть еще короткая информация по поводу так называемого гуманитарного конвоя, который накануне въехал на территорию Луганской области. Как утверждают российские СМИ, в составе груза сахар, крупы и необходимые вещи для жителей Востока Украины. Какие именно вещи необходимы луганчанам? Сегодня рассказали пользователи соцсетей. На одном из фото, например, видно, как разгружают военную технику. Это Р-142. Например, предназначен для обеспечения управления войсками и организацией радиосвязи. Вот такая гуманитарка. Дима, мы продолжаем следить за развитием событий. Андрей, спасибо. Господин министр, к вам в связи с этим вопрос. Но вот как нам использовать это перемирие? В том, что оно необходимо, сомнений нет. Самый главный вопрос теперь, а как за это время, к примеру, армию перестроить? Как перегруппировать войска? Как получить новое вооружение для наших ребят? Две громкие новости обсуждают в эти дни со ссылкой на вас. Первая – это о тех детекторах лжи, на которых будут проверять украинских военных. Вторая – о поставках для украинской армии натовского оружия. Я хотел бы от вас услышать подробности. Ну и вот по поводу, давайте начнем с детекторов лжи. Все ли согласятся на такую проверку? Вы знаете, за два месяца моего киевниста Министерства обороны Украины, у меня особистая коммунистра, накопичилось очень много вопросов для тех людей, которые сегодня не принимают участие в зоне АТО, которые сегодня занимаются закупками и другими вещами, знакомясь в Министерстве обороны, занимающими высокие посадки, являющимися військовыми и цивильными особами. И именно поэтому мне принято решение провести соответствующий эксперимент, посмотреть, насколько люди на своем месте, мягко говоря, хотя у меня очень много вопросов. И я понимаю, что именно этот час, когда мы воюем, направить эти материалы в Генеральную прокуратуру – это будут месячные проверки. Именно для каждого посадкова есть соответствующие вопросы, которые подготовлены. Это разные вопросы. Я не хотел бы сейчас разоглашивать, потому что он будет готов к этому. Ну, вы знаете, у меня единственный вопрос. Будет ли там вопрос о том, сливал ли человек информацию российским спецслужбам, сотрудничал ли он с российскими спецслужбами? Так, пане Дмитрио, сами индивидуальный подход до каждого посадковца, до каждого, в зависимости от того, в какой направлении его работы. Но, в первую очередь, это патриотизм, это неизвестность информации, это спорта с любыми разведками, это все то, что шкодит сегодня армию. А сколько человек проверят? О каком количестве идет речь? Это десятки, сотни? Я думаю, что на первом этапе это были три десятки. Но я скажу еще раз, что индивидуальный подход до каждого, в том числе, я первый, кто пройдет этот детектор. Я правильно понял, что это будут руководители высокого ранга, те, кто принимают решения? Это беспосредственно те, которые сегодня впливают на политику министерства обороны, самому министерству обороны. Те, кто имеет доступ в зону АТО, и также есть под суммой. И, конечно, те, кто беспосредственно занимается самими теми вещами, которые сегодня можно назвать обеспечением армии, обеспечением зоны АТО. Ну вот по поводу обеспечения как раз вопрос. Обсуждается на информагентствах новость со ссылкой на вас о том, что страны НАТО уже начали поставлять оружие Украине. Я хотел бы вас спросить, а что это будет за вооружение? Вот это будут эти пресловутые каски, бронежилеты и аптечки, о которых все говорили, о которых критиковали, или наконец-то мы получим серьезное вооружение, тяжелое вооружение? Нет, пан Дмитрий, конечно, это не будут эти каски, бронежилеты. И все то, что происходило на саммите НАТО, и президент сделал, кстати, все, чтобы я туда попал, чтобы вы не слышали, вы понимаете неправильно. Вы лично проводили переговоры? Так, я хочу про это остановиться, что переговоры происходили в закрытом формате, то есть без прессы. Мы общались открыто, я доказывал те вещи, которые справедливы по отношению к Украине, и в том числе, в соответствии к Будапештскому саммиту, когда, соответственно, Украина, третья государь в мире, которая отмолилась добровольно от ядерной оружии, был подписан в соответствии к Будапештскому меморандуму, и сами государства США, Россия и Великобритания обеспечили мир и недоторганность нашего кордона. И именно Россия порушила этот кордон. И именно поэтому я вернулся к проведенных стран страны, именно к министрам, которые соответствовали директивы от своих президентов, так же, как и президент министров, и передавали соответствующие директивы. И именно в этом формате мы разговаривали, чтобы дать возможность Украине, обеспечить Украину соответствующим оружием. Именно те оружием, которые должны остановить Путину. Я правильно понял, что техника уже начала поступать в Украину? Дмитрий, процесс этот пошел. То есть это летальная и нелетальная оружие. Процесс пошел, и я думаю, что это будет хорошо. Ну последний тогда вопрос. Я понимаю, что часть информации вы не откроете. О каких странах идет речь? Ну вот вы упомянули Будапештский меморандум. Я так понимаю, что если Россия нарушила, у нас есть Великобритания и Соединенные Штаты. Дмитрий, я наголошу на то, что все это произошло в закрытом формате. То есть это будет некомпетентно с моей стороны сейчас разоголошить те вопросы, которые мы обговорили с министрами обороны. Если я рассчитываю, и государство рассчитываю на то, чтобы отримать, для чего делать эти риски, для того, чтобы они стали основой для каких-то извинувачений. То есть я понимаю, что наше задание – отримать оружие. Наше задание – обеспечить мир и спокойствие. И это можно только из той оружи, которую мы отримываем, и из того, что мы сейчас обнимаем. А мы сейчас делаем много, для того, чтобы сделать все возможное, для того, чтобы остановить, если пойдет нас возможный. Ну, на самом деле, по крайней мере, надежда есть на помощь Соединенных Штатов. Мы в этой студии со многими сенаторами общались, говорили с сенатором Маккейном. Очень серьезно там настроены, в том числе в Капитолии. Давайте снова сейчас вернемся к тому, что происходит вот здесь и сейчас на фронт вернемся. Ирина Баглай, а ситуация вокруг Донецкого аэропорта далее. Ириш, тебе слово, мы слышим тебя. Да, Дим, всю неделю с момента оглашения режима прекращения огня под обстрелом тяжелой артиллерии находился и находится Донецкий аэродром. Там оборону держат наши десантники. Вчера аэропорт боевики обстреливали из минометов. Как нам рассказали бойцы, с крайнего блокпоста в Песках военным удалось эвакуировать из аэропорта раненых. И сегодня аэропорт под шквальным огнем артиллерии боевиков. Снаряды попали и по Путиловскому рынку. Там пожар. Об этом сообщают местные жители. И к вечеру в бой против наших сил в этом районе пошли уже танки террористов. Ну и это, наверное, самая горячая точка. Опять же, повторюсь, видимо, аэропорт стратегически важен для боевиков. Пользуясь шатким перемирием, наши военные возвели фортификационные сооружения, увеличили количество блокпостов, а конфигурации и месторасположения умышленно умолчим. Не обездействовали и боевики, нужно признать. И уровень их инженерных сооружений, и линию обороны своими глазами видели десантники 95-й бригады. Они не единожды бывали в тылу врага во время штурмовых рейдов. И вот как позиции террористов оценил в эксклюзивном интервью подробностям недели командир 95-й бригады. Инженерно-технический уровень сооружений поднялся к минимуму на порядок выше. Это правильная конфигурация, это правильное начертание. Серьезная конструкция, способная противостоять ударам крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем заплава огня. На все равно пункте мирные жители, как правило, либо сидят по погребам, либо собираются в каком-то одном большом подвале. То есть сами по себе дома, как правило, пустые, но они используются как огневые точки, как опорные пункты. У меня есть вопросы к Валерию Викторовичу, который здесь, в зоне АТО, волнует всех и каждого. Это ситуация в Силовайском. Кто виновен в том, что наши ребята попали в окружение и не смогли оттуда выйти? Спасибо, давайте ответим. Спасибо за вопрос. Вы знаете, сегодня в Министерстве обороны Украины проводило брифинг с вопросами беспосредственно тех событий, которые происходили в Силовайске. Чтобы понять все, что произошло в Силовайске, недостаточно информации, которую общество получает на средствах массовой информации, на ток-шоу и так далее. Понятно, что информации от бойца, от командира корпуса, который находится в подвале, который не мог оценить, соответственно, тот процесс, который происходил, тяжело дать оценку. Но скажу коротко. Я понимаю, что формат число не много, поэтому хотелось бы коротко, чтобы вы не понимали. Если вы меня спросите, как человек, что случилось в Силовайске, то я скажу, действительно, это было горем, потому что они потеряли много наших патриотов. И Украина потеряла. И это для меня также особо горем, как и для всей Украины. Но вместе с тем... Я вас еще и спросил, почему это случилось? Но вместе с тем, как военно-то человек, я хотел бы такого, чтобы меня не слышали и понимали, что оценивать нужно. И ситуация, которая произошла, и сколько было втрат в российских военно-силах. И я вам скажу, если мы втратили 107 человек, так, это горы. Но вместе с тем, в российские военно-силах втратили 300 человек, военно-службовцев. Потому что изменился формат войны. И то, что у нас было раньше, то, что мы начали с Иловайска, оно перейшло в широкомасштабный наступ в Российской Федерации. И именно в таком наступе трати будут больше. И если мы говорим о Иловайске, говорим о том, что произошло, нужно понимать несколько ключевых вещей. В первую очередь, понимать все то, как произошло. Как произошло то, что в течение двух месяцев мы могли обеспечить 70 населённых пунктов, мест и сел Донбасс. Это делалось под те стратегии, которые давали нам успех. Успех в антитерористической операции, где мы четко понимали, каждый день мы делали все, чтобы зменшить, звузить это кольцо. Так же мы работали по Иловайску. Потому что соответствующие специальные группы, разведгрупы, заходили в место Донецк, заходили в место Горлевку, заходили в место Луганск. Кстати, часть города Луганск уже на тот час работала с соответствующими военнослужбовцами Збройных сил Украины. И именно в этом формате Путин понимал, что эта война гибридная. Он ее програв. И именно тогда он дал указку на широкомасштабный наступ на территорию Украины. И в таких условиях, когда пришел наступ, и, кстати, хотел бы также огласить на то, что когда мы говорили про Иловайск, основной наступ начался на место Луганск. И именно там первые остановили путинские батальоны. До речи, 6 батальонов тактичных групп были направлены с территории России на территорию Украины. Это приблизительно 6,5 тысяч военнослужбовцев. Пане министре, если бы украинцы не начали наступ, то трагедии не было бы? Путин шукал место, где мог сделать для себя победу. Он пробовал на Луганск. Луганск не удавался. Не удавался, потому что его остановили. Відповедно, войска Збройных Сил, реактивная система завпа в огню, соответствующие рассчитывания тех же военнослужбовцев, которые находились в аэропорту Луганск и поблизости Луганск. Конечно, наступ Путина был направлен и на свою могилу. Про такой наступ также мало кто слышал, потому что там тоже были бои. И после этого Путин направил часть войск в район Иловайск. И в Иловайске все, что происходило, чтобы понять все, что происходило, нужно понять, в какой обстановке находились бойцы и какие силы были вокруг. Когда говоришь о том, что находились только добровольные батальоны, так это не правда. Потому что по периметру города находились соответствующие подраздели Збройных Сил Украины. Керевником которых был генерал Хамчак. Відповедно, на месте находились соответствующие авторитетские рассчитывания. Пан Министр, можно прямое вопрос? Прямое честно. То есть, нет слова о зрадительстве? Потому что была информация, были подозрения у тех самых людей, которые там постраждали, были ранены, что это зрадительство, что кто-то просто зрадил? В любом случае, про зрадительство не идется. Идется про широкомасштабный наступ, про бой, где не могло бы быть меньше трат. Мы должны поднять все то, что у нас было. И когда говорят, что не было нужных сил, я не мог, а кто-то из командировки сказать, мы направляем туда силы. Мы туда подтягиваем артиллерию. Мы поднимаем летаки. Но это все было. Мы поднимали летаки. Мы не шкодили те позиции артиллерийские, минометные, которые дали возможность выйти из этого процесса. Мы подтянули туда ту артиллерию, которая на выстине даёт возможность вражать. И это было. Но не каждый боец, в том числе, добровольщик батальона, понимал про это. И ему про это не должен знать. И командир его, возможно, не должен знать. Он должен знать высшую возможность. Потому что керевник сектору Б, генерал Хамчак, он был поинформованный. Он знал, что делать. И ему нужно было организовать. И он это сделал. Пан Министр, у меня короткое вопрос. Сегодня надходит информация, что кто-то еще выходит из этого котла под Иловайском. Чи все уже сейчас вышли станом на этот момент, на эту хвилину? Самое так. Чтобы вы понимали, когда мы молчали, когда я остановил процесс вытоку информации, от всех сказал заборонить телефонные звонки, заборонить любую информацию, которая будет выходить от войсков. Потому что место, Донецк и место Горлевка, перед Иловайском зашли соответствующие специальные подраздели. Подраздели диверсии, которые готовили место, для того, чтобы зачистить место Горлевку и место Донецк. И только в этот понедельник мы смогли забрать последнюю группу. И сегодня я сгодится могу рассказать, что мы забрали тех людей всех, которые туда зашли. Потому что была схема, как заходит, и была схема, которую взломали в процессе боеводов войск. И мы всех людей вывели. Ну, это действительно важная новость, что ни одного нашего солдата там уже не осталось. Спасибо, ваш ответ услышали и в студии, и Ирина Баглая, которая на передовой с нашими ребятами. И снова к сегодняшним событиям вернемся. Ярослав Кречко объехал блокпосты в районе Мариуполя. И что он там видел, расскажет сам. Ярослав, пожалуйста. Да, Дим, мы сегодня объехали все блокпосты вокруг Мариуполя. Могу сказать, что наши военные контролируют ситуацию на подступах к городу. Мы видели много зарытой техники, работа по укреплению позиций видимых и невидимых для противника идет. Все наши бойцы и вооруженных сил и пограничники и ребята с Насгвардии отмечают, в последние дни террористы по ним здесь огонь не открывают. Обстановка стабилизировалась. К обороне готовы и продолжаем наращивать силы, укреплять свои позиции. То есть больше приходят техники, больше вооружения. Зубы у нас есть, в землю врываемся. Поэтому дадим отпор, если надо, 100% дадим. На одном из блокпостов мы сегодня видели не только украинский флаг, но и флаг наших военно-морских сил. Оказалось, привез его из Крыма наш моряк Александр Кузьменко. Служил он в Севастополе после того, как оказался без корабля, пошел в Насгвардию. Он, как и многие на передовой, считают, что затишья в районе Мариуполя связана с работой здесь экспертов ОБСЕ. ОБСЕ уедет, они же ничего не видят никогда. Поэтому мы останемся и все увидим. Присутствие российских войск перемирия здесь только для того, чтобы провести ротацию войск. Наши цели укрепиться, они ротацию войск просто меняют потрепанные войска на новые. Кстати, блокпосты мы объехали вместе с мариупольскими волонтерами. Ребятам на передовую они привезли письма детей и флаги, которые киевляне передали мариупольцам в знак поддержки. На каждом знамени пожелания как жителям Мариуполя, так и нашим военным. Писали, кажутся, люди из Японии, из Германии, люди, россияне подпишись. Флаги теперь развешиваем в своих палатках, где мы живем в своих мунгаловах. Потому что на поставках у нас флаги есть, висятся, теперь заходишь куда спать и будет флаг. Мы с нашими военными сказали, что никуда не уйдем, что будем с ними постоянно. Если наступать вместе, отступать вместе, потому что мы один народ, мы все вместе, мы за Украину. Такие последние новости из Мариуполя. Дима. Спасибо, Ярослав Кричко из Мариуполя. Господин министр, мы буквально последние вопросы. Во-первых, я хотел вас попросить прокомментировать ту скандальную публикацию, которая появилась на прошлой неделе в «Зеркале недели». Писали о том, что Министерство обороны в этой сложной ситуации вместо того, чтобы поставлять технику на передовую, эту технику продает. Ваш ответ. дякую абсолютно простую. Ярослав Кричко «Немай». И решение того, в каких границах сохранится Украина. Сегодня день съездов, их только за один день было чуть ли не с десяток. И сюрпризов хватало. Ну, к примеру, Виталий Кличко первый номер в списке блока Петра Порошенко. Юлия Тимошенко свой первый номер в списке уступила. Ну, а регионалы вообще остались за бортом этой компании. Сегодня они заявили о том, что на выборы не идут. И какие тогда шансы, что через пять лет на следующих выборах о них вообще вспомнят. Итак, партийные съезды. Как это было? Без комментариев. 34-й Алиса Игорь Петрович. 35-й кто против? Хотел бы запраться до слова Виталия Володимировича. Я знаю, что у него есть также что сказать общему заявлению. Я согласился очевидить объединенный список стать первым номером от блока Порошенко. Виталий Володимировича. Виталий Володимировича. Виталий Володимировича. Шановные участники вбранья. Как свиньи сягутся до корита и хлюхают и каждый один попереду бежит, чтобы бежать до того корита. И всем до лампочки Украины. 27 октября Let's all Democrats reunite Европейской Народной Partии. Я хочу приветствовать вас. Первый номер нашего списка дорогие друзья это настоящий герой Украины Надя Савченко. Шановные друзья присутные тут командиры. Тетяна я запрошу тебя на сцену. Когда не соперечить я пойду за Тетяной. Нет соперечения. В первую очередь я хотел вам сказать наиважнейшую вещь. Европейские цены, европейские налоги на азиатскую зарплату и африканское отношение к людям. Первый номер глава Всеукраинского объединения Свободы, глава пракции Всеукраинского объединения Свободы, Верховная Радия, Олег Тябинок. Лидеры основных полицил с нами сейчас в эфире. Все у них и спросим перемирие, что после. Это передышка перед началом новой войны или путь к прочному миру. Виталий Кличко, блок Петра Порошенко. Виталий, так мир или война? Есть хорошая пословица «Лучше самый плохой мир, чем хорошая война». И нам необходимо использовать все методы для того, чтобы войны не было, для того, чтобы не гибли люди. Но тем не менее, ни в коем случае нельзя идти в разрез с национальным интересом. Данная война, давайте говорить объективно, без финансовой поддержки России, без поддержки оружием, боевиками, инструкторами военными, она не имеет никаких перспектив. По абсолютно разыгранному сценарию проводятся действия, которые приводят к утрате целостности страны, к угрозе ее суверенитета. Все те причины, которые существуют, они надуманные. Что якобы ущемляются интересы русскоязычных людей, затем началась разыгрываться карта национальности, затем начала разыгрываться карта какого-то фашизма, хунты. Одно могу сказать, что многие из людей, которые находятся там и на востоке, на западе, в любой точке Украины, русские, украинцы, любой национальности, никогда не было вопроса, не поднимался вопрос какой-то национальности. Никогда вопрос не поднимался в общении между людьми, каким языком ты говоришь. Мы всегда понимали прекрасно друг друга. Я уверен, что мы должны отстаивать. Отстаивать наше право жить в нормальной, демократической, европейской стране. Отстаивать наше право на завтрашний день. Виталий, я не хотел вас прерывать, давайте договоримся. И мы, и наши зрители хотят от вас услышать ответ на вопрос. Так что же все-таки дальше? Что ждет страну? Мир или война? Что после перемирия? Сергей Соболев, Батьковщина, как по-вашему, а во что выльется сегодняшнее прекращение огня? Чего ждать в стране? Навряд ли это можно назвать перемирием, потому что дальше гинуть люди, дальше лунают вибухи. Навряд ли это можно тем более назвать миром. И этот стан, мне кажется, страшный, когда ни войны, ни миру армия отводится от позиций. В этот же час мы не слышим, чтобы подводилась новая бронетехника, чтобы подводились новые танки, чтобы наши позиции были разместлены. Безумненно, партия Батьковщина стоит за мир. Но мир должен быть лишь, когда ты сильный. Тогда с тобой будут говорить про мир. Сильными мы можем быть лишь в системе коллективной безопасности. И это и есть НАТО. И я уверен, что вернение до плану действий щодо членства в НАТО это действительно система коллективной безопасности, которая защитит Украину. И, по-друге, нам нужно было негайно ратифицировать угоду 2 месяца назад. Потому что теперь условия, которые нам висывают, что эта угода начнет действовать лишь с 2016 года, это практически блюзнерство и значение. Именно поэтому ратифицировать угоду и начать ее реализовывать. Тогда это дает смествование армии, тогда это дает абсолютно позицию, которая будет врахована странным агрессором Российской Федерации. И ключевый пункт это выведение российских войск регулярных с территории Украины, чего на зараз не происходит. В этом мы должны добиться всеми международными усилиями, санкциями, но третий пункт, который должен дать введение санкций и украинской стороной, чего нет на сегодня. Три пункти НАТО, ратификация угодов и введение санкций. Это что остановит агрессора. Хорошо, спасибо. Мы услышали вас, Олег Лешко, радикальная партия. Олег, так что, война или мир? Безумовно, я думаю, что в нашей стране за исключением невеликой кількости людей преважно большинство за то, чтобы в Украине был мир. Но одновременно давайте понимаем, мир якою цяною. Я категорично против того, чтобы мы получили так называемый мир цяною втраты территории, цяною втраты независимости. А именно сегодня те Минские протоколы, которые подписаны, они как раз это и предбачают. В Верховной Раде пропонуется рассмотреть законопроект про особенный статус территории для Донеччины. Фактически мы перетворим нашу Донеччину по плану Путяна на новое Приднестровье, где будут сепаратисты, будут при владе, прийдут до влади шляхом через выборы. Терористы, сепаратисты и российские найманцы будут амнистованы. Они матимут возможность там керувати. Олег, альтернатива какая воевать? Я сейчас скажу. И в подсумку мы, так называемый мир, который сегодня, мы завтра получаем продолжение войны. Потому что когда Кличко вспоминал о том, что хороший мир лучше, плохой мир лучше, чем хорошая война, то я хочу напомнить другую приказку, что хочешь мир, готовься к войне. И поэтому безумовно... Олег, как готовиться? Как готовиться к этой войне? Что делать? использовать для того, чтобы, по-перше, максимально просить Европу допомогать в плане экономичном, в плане військовом, озброєння, техника тощо, поднимать армию, будувати сильную, потужную армию. Все-таки мир или война? Что нас ждет? Звичайно, по той політиці, яка сегодня йде, это будет восстановление боевых действий. Сегодня Россия наращивает свою присутность на Донбассе. Сегодня террористы укрепляются. Они используются час так званого перемирия, для того, чтобы нарости свои силы, и потом они пойдут дальше. И это не таемница. Есть данные окупанты идти на Северодонецк, на Дебальцев, на Мариуполь. Их план захопить всю Донецьку, Луганскую область. Больше того, их план выйти до Криму через Суходол, через Запорежье, через Херсон. Спасибо, мы услышали. Руслан Кишулинский, партия «Свобода». Что нас ждет уже этой зимой? Мир или снова боевые действия, о которых вот только что ваши коллеги говорили? Мы 360 рублей практически в перманентной войне с Россией. Чи нужно Путину там зупинеться? Где он зупинился сейчас? Нет, он не зупинился. Эти все минские договоренности это все лишь задягивание времени. Он сейчас перегруповается, он сейчас нарушает полностью на всех подступах на Северодонецк, на Херсонщине большее присутствие своего войска. Сегодня он планирует продолжение захопления территории Украины. Ему не потребен один Донбас, ему потребна полностью вся Украина. Поэтому сегодня украинцев нужно в край терминово полностью использовать на все 100% сегодняшний час умовного так званого зупинения военных действий, хотя они не зупинены, они никогда не дотримаются своих слов, они далеко обстреливают наши позиции. Первое, это подготовка к ведению военного станка на территории окупованных наших. Второе, это люстрация керевного склада, первое, Генштаба и офицерского склада Генералитета Украинского, зрадники просто неимоверна кивкость. Третье, это переведение нашей экономики на военные русла. Практично, держава сегодня має бути мобилизована до агрессии в Российской Федерации и, конечно, четвертое, это полностью переоснащение армий, максимально быстрое современное переоснащение армий. И, пятое, на завершение, это максимальная співпрация с нашими захоронными партнерами что до, скажем так, отримания высокоточной оружии и продолжение отримания санкций против Российской Федерации. Я могу вас попросить быть конкретнее. Вот люди сейчас смотрят, они пытаются разобраться, все-таки, зимой. Это короткое перемирие, короткая передышка или будет война? Это передышка. Это просто час, который не получил блескригу, получил морду от нашей армии, и он будет расширять силу. И теперь мы так же должны нарастить свою силу, чтобы еще раз дать ему морду. И наших вариантов нет. Дипломатичных, политичных или территориальных поступков. Мы Путин не остановим. Путин остановит только украинская армия. Он иначе не понимает мовы, мовы иначе не знает. Он остановится только там, где мы его остановим. Антолий Гриценко, гражданская оппозиция. Верите ли вы в длительное перемирие? И по вашему, что дальше? Я вважаю, для того, чтобы дать это вопрос, нужно ослепить еще раз всем это не понимаем. Путин агрессор, Путин ворог. Его нет военного решения, но нет дипломатического решения проблем. Только в поединении этих усилий. Украина свою свободу, свою ценность должна защищать. Потому что иначе его не задовольны. Ни Крым захлопан, ни Донецка Луганская область. Он иде дальше. Значит, нужно готовиться. Другой, нужно вернуть за стил переговоры. Как конкретно готовиться? Что делать? Для того, чтобы люди спали спокойно, правильно проработать власти. Вариант двосторонних переговоров Порошенко Путин это для нас спаска, ловушка русским языком. Тут мы програем. Когда там будет сидеть Европа, Америка, тогда появляются большие шансы на то, что Путина можно будет стримать. Потому европейцы уже понимают, что загрожа не только нам, а и им. Те, что торкается нас, ясна речь, что нужно готовиться к земле. Нужно готовиться к тому, чтобы в любой момент дать ответ на наступ агрессии Путина. Потому что ключевое, что нет в Минских договоренностях, это то, чтобы Россия вывела свои войска из нашей территории. Пока российские войска будут стоять, пока есть загрозы. Вячеслав Кириленко, Народный фронт. Как по вашему перемири, что после? Это вопрос, которое нет однозначной ответы, потому если посмотреть Минские договоренности, то мы увидим, что они базуются на мирном плане президента Порошенко и на инициативах президента Путина. Так вот, так что то, что закладено в мирном плане президента Порошенко, начнет реализовывать то Украина может отримать какие-то выгоды от минских договоренностей. А если начнут реализовывать инициативы Путина, то тогда на Украину ждет горы. Пока что, на жаль, тенденция показывает, что это перемирие более полезное Кремлю, более полезное Путину и российской стороне. Поэтому, с одного боку, мы должны наращивать дипломатические усилия и залучать до переговоров США и Евросоюз. Потому что, когда нам обеспечивается только ОБСЕ, который, на мою думку, в среднем себя имеет значительные пророссийские впливы, а еще и сепаратисты, террористы сидят за столом переговоров, мы преречены на крах наших дипломатических усилий. То есть, по вашему к войне готовиться страна? Нет, стране нужно развивать свои силы, залучать новые технические возможности, перебудовать спецслужбы и залучать деньги в экономику. И если это все сделать, то мы будем готовиться к миру, но только на засадах полной территориальной ценности Украины. Потому что нам нужен весь Донбасс, а не его часть, вернение всего Крыма и вступ к Евросоюзу и НАТО. Вы считаете, что сейчас это реально? Прошу. Вы считаете, что сейчас это реально? Это реально в часе, который можно увидеть. Но если смириться с тем, что уже часть Донбасса не Украина, а это между рядов сейчас считается в этих Минских договоренностях, то мы будем втрачать следующие территории. А это будет значительно жахливее и страшнее для Украины, чем даже сейчас. Спасибо, что были с нами. Нам очень важно было каждого из вас услышать. Ну и нам, и нашим зрителям, которым еще идти на избирательные участки. Спасибо за разговор. Ну даже из этого короткого вопроса видно, что украинские политики разделились. Разделились на партию мира и партию войны. Тех, кто верит только в войну и тех, кто готов воспользоваться шансом на мир. Ну мы будем сегодня много об этом говорить, но отмечу, что есть еще одна сила, это партия правды. В парламент именно сейчас идет очень много журналистов. Журналистов с именем в том числе и особо приятно узнал только сегодня из новостей моя коллега Ольга Червакова. Она в партийных списках. Человек, который очень искренне настроен изменить то, о чем она до этого писала в своих сюжетах. Ну и понятно, что ключевым вопросом предстоящих выборов встанет будущее Донбасса. Пути обсуждают три. Нужна война до победного конца, говорят одни. Война может стать бесконечной и слишком дорого обойтись. Необходимы переговоры, уверяют другие. Ну, есть такое мнение, мол, пусть лучше Донбасс на время обретет особый статус. Станет, ну, скажем так, серой зоной, но с перспективой возвращения. Хотя и не вполне понятно, когда. Есть и те, кто уверяет, Донбасс потерян, мы утратили его навсегда. Ну вот, к примеру, бывший зампред правительства России Альфред Кох пишет в своем фейсбуке. Да, вот этот текст. Да, дайте в Донбасс Россию, пусть сама восстанавливает ей уже и разрушенное. Зачем вам в этом походе весь этот сброс, с которым вы собираетесь вести переговоры о статусе Новороссии? Ведь все эти переговоры будут лишь о том, как вы будете нести их на носилках через пики и расщелины. Своими ногами они идти откажутся, мол, нашли дураков. Лучше мы здесь останемся. Нам Путин обещал кормить нас на шару. Не надо никого убивать и не надо гибнуть. А Путин, нагруженный этим хламом и новыми нахлебниками, надорвется и без всякой войны просто превратится в кучу дерьма, как это уже однажды было в СССР в конце 80-х. Андрей Порубеев, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и, между прочим, четвертый номер в партийном списке Народного фронта в нашей студии. Пан Андрей Порубеев, Добрый вечер. А что вы на эту цитату скажете, на эти заявления, мол, Донбасс потерян, да и зачем он Украине? Я позволю себе не погодиться с этой думкой, потому что Донбасс это не чемодан, чтобы его можно было отдавать или не отдавать. И это не зона, и никакая не сира зона. Донбасс, это просто люди. И величезная количество патриотов сьогодні борются за вызвание Донбасса. Донбасс это люди, куда пришел путинский, российский окупант и сегодня на этих территориях он пытается сделать оружие противостояния в Украинской державе. Но я хочу сказать с уверенностью, что одни величезная количество бойцов, парни из Донбасса воюют в батальоне Азов, которые вызвали Мариуполь и стоят на его защиту. Воюют в батальоне национальной гвардии имени Кульчинского добровольцев, которые стоят в Дебальцево. Будут в Айдаре на півночь. Они позволяют свои домики, свои места, свои квартиры. Ни в нема іншой земли. Ни в нема іншой батьковщины. И тому Донбасс это не зона, это украинская территория, где украинские граждане, которые ждут на нас, они должны быть звільнены и вызвалили от окупантов. Давайте сюжет вместе посмотрим. Короткий репортаж вот с той самой территории, о которой мы говорим с вами сейчас. Территория, от которой мало что осталось и где никому уже не верят. Ни тем властям, ни другим, ни армии, ни, к сожалению, самим себе. Прошу Господа о прощении грехом и потому что Господь нам посылает это греха наше. Господи, тишину народу нашему даруй и миром вожделенным нас огради и братоубийственную войну прекрати. Именно с такой молитвой начинается новый день в городе счастья. А каждую ночь горожане спускаются в подвал. Это вошло в привычку. А смотрите, что мы тут нам остыли. Хоть как-то, чтобы ночью находиться. Ну каждый закрыл в своем подвале еще какие-то одеяла, еще какие-то стулочки. У нас и горшки тут стоят, и ведра. Веники из полыни, от блох и клещей. Осталось придумать систему обогрева на зиму. Мы к войне никто не готовились. Мы не думали, что нас может такое застать. Пенсию счастья не платят давно. Все, что удалось вырастить под бомбежками на импровизированном прилавке. Хлеб надо купить обязательно. Калину взяли два, два пучочка. Помидор взяли на рубль. И петрушки на рубль. Я ж ничего не купляю. Нитки, шапку старую распустила, это делаю. Так что, живем как... не знаю как, как доживаем. Банки города счастья закрыты, война. То, что есть, мы собираем на даче, то прячем банки. Потому что неизвестно, что мы будем делать зимой. Будут ли нас снабжать. Все в банке прятали, как никогда. Чувствую, такое напряжение, конечно, готовились к семье. В магазинах счастья пусто. У людей нет денег. Даже выпивать почти перестали. Мужики, пиво, редко водочка. Ну, только те, которые работают на грызг, которые, ну да, так немножко обеспечены, получают деньги. О предстоящих выборах здесь, конечно, слышали и отнеслись философски. А кого, что мы не знаем, кого выбирать и кого нам дадут, того и выберем. Мне одинаково пенсии вдавали. А там, кто будет, тот и будет. На кого-то надеяться никак нельзя. Надеемся только на себя. Да, с Богом все будет хорошо. Андрей Лач, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Павел Андреевич, ну вот заголовок такой, говорящий сам за себя, несчастье. По горькой иронии, вот этот городок, он просто в эпицентре всех несчастья, которые только могли на голову его жителям свалиться. Как быть с этими людьми? Как заставить их поверить хоть кому-то? Ну, к сожалению, они не верят ни тем властям, ни нашим. Вы знаете, несколько раз я был в том регионе, на пивночу Луганщине, в Айдаре, спілкувался с многими людьми и там на месте. Я вот чую это, я сгадую этих людей, и великий боль в сердце. Не могли они себе уявить, никто не мог уявить, что в 21 столетии будут бомбить наши украинские места. Кто бомбит? Россия, яка говорила много лет про то, что мы должны быть статистическими партнерами и мы должны быть ближче врага народа. Их сегодня бомблять, этих людей, окупанты российские, неизваживая на то, что мы покинули много лет, что мы самые ближние суседи. Кстати, я вам скажу один интересный факт. Когда Айдар позволял счастье, никакой споруды не было уничтожено. Но после того, как эта территория стала территорией, которая контролируется украинскими войсковыми, постоянно, в том числе с территорией Российской Федерации, обстреливаются жилые домики, вмирают мирные граждане. И это и есть наша большая тега дея, в которой мы должны одно осведомить. Люди хотят одного наиболее. Они хотят мира. И они осведомляют, что войну принес Путин и Россия. Вы знаете, есть очень важное вопрос, может, и самое важное, как использовать этот мир. Вот смотрите, у нас есть сейчас пауза, которую можно использовать для оружия нашей армии, для того, чтобы там, извините слово, мязи нарастить. Мы с министром обороны сегодня говорили. Эту паузу можно использовать для экономических реформ, для того, чтобы поднять экономику. Эту паузу можно использовать для того, чтобы с нашими західными партнерами про допомогу домовиться. Как по-вашему можно использовать эту паузу, эту передушку, этот час, который у нас есть сейчас, сейчас перемирия? Я вам скажу, для того, чтобы плановать свои заходы, нужно знать, что думает противник. А я вам могу с великим знанием справа сказать, какие плани Путіна. Плани Путіна не зупинитеся тут. Так, ему сейчас вигидно заморозить конфликт, поэтому так много своих действий он перекинул с Приднестров, а сегодня на Донбас, чтобы сделать эту зону замороженную. Но его цель набагато дальше. Его цель те же самые 8 певденно-схидных областей, его цель дестабилизация. И, еще колись набирали тетушок на Майдан, которые поднимали российские трикольори, сегодня уже выходят с нибудь социальными гаслами, для того, чтобы разбалансировать в этих областях и сделать бунт. То есть, это фронт. Без сумніву, он пиде дальше. И наш план будет тогда правильным, когда мы будем понимать, чего хочет противник. Путин не остановится. Путин будет идти дальше. Наше завдание сконцентроваться навколо того, чтобы еще больше организовать международную спільноту, чтобы мы смогли, наголошую, экономично снищить империю Путина. Пока мы экономично не снищим эту империю, он будет идти и идти, его будет остановить тяжело. И, другая, мы должны обвязоваться. Пан Андрей, но экономично снищить Россию мы с многими экономистами говорили. Это может роки пойти, а нам нужен результат уже сейчас. Вы знаете, по некоторых аспектах это может быть быстрый результат. И мы видим обвал рубля, мы видим, сколько сегодня россиян чувствуют дискомфорт от этих санкций, и мы должны наращивать и наращивать тиск, чтобы эти санкции становились быстрее и чтобы не давали быстрее эффект. Конечно, в своих золотовлютных запасах Россия вкинуется еще раз-два, но потом будет провал, потом будет дефолт. И экономисты, люди, звичайные, это понимают и осведомляют. Мы должны над этим работать, пока мы всем не остановим Путин, нам самим в Украине будет сложно. Но, в Украине будет сложно протриматься в этот рейк-два, который есть мощность, который есть в России, чтобы протриматься нам нам гораздо лучше. Добре, у меня есть короткое вопрос, важное вопрос. Я думаю, наши смотрители тоже дома на кухне обговоривают. Я так и понятие как амнистия. Эльмар Брок, глава Комитета Европарламента по иностранным делам, вот сейчас, находясь в Киеве, на саммите Ялтинской европейской стратегии, очень четко сказал, и в социальных сетях сегодня обсуждают цитату разной оценки. Он сказал, закон об амнистии для боевиков это та цена, которую Украина обязана заплатить за мир, даже если кому-то не нравится. Скажите мне, а вы готовы самим заплатить такую цену? Амнистия для всех, примирение, подать руку тем, кто убивал? В том плане, который есть, нет винятков? Кому это амнистия? Нет, только тем, кто был втянутым? Не может быть винятков. Потому что, мы оголошуем, там и люди, которые убивали, там и люди, которые совершили тяжкие криминальные злочины, и для них не может быть амнистии, я уверен, это не только моя думка, это думка всех. Те люди, которые убивали наших граждан, которые котовали наших граждан, должны отвечать перед законом. Мы осуществуем, что, возможно, частина местных жителей, которые под страхом, перед залякуванием, пошли на какую-то певную співпрацю. Конечно, для них, и это, это осознанно, это осознанно, мое быть амнистия на тот период. Но это ни в никакой мере, не могу сказать, что это не может стоять тех, кто убивали наших граждан, кто убивали наших солдат. В общем, еще раз говорю, потому что, чтобы все эти заходы смогли сдохнуть, нам край важно смобилизовать не только армию за тот период, смобилизовать всем, всей Украины. Мы должны смогли, не мы начали эту войну, но эта война найдет против нас. И я впевнен, мы сегодня достатньо сил и достатньо энергии, чтобы не только с помощью международных усилий, а с помощью загальноукраїнской мобилизации зупинити и выкинуть оккупанта из украинской территории. Пан Андрей, дякую за размову. Дякую вам. Ну, как видите, Андрей Порубий говорит об общей украинской мобилизации, о том, что все-таки, имея эту ситуацию, стоит готовиться к войне. У нас будут разные мнения сегодня в этой студии. Будем говорить с теми, кто настаивает на необходимости переговоров. Будем говорить с разными политиками и попытаемся истину выяснить. Дякую. Дякую. Дякую, что было в нашей студии. Коллеги, если у нас время, что у нас дальше? Реклама, к сожалению, должны уйти на рекламу. Она пройдет быстро. Возвращайтесь. Мы поговорим о том, что же все-таки делать с Донбассом и в каких границах останется наша с вами страна. Донбасс. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем говорить о том, что делать с Донбассом. Какой путь выбрать для этой территории. Бить за нее до последнего, уступить или присвоить особый статус. Сергей Соболев один из ближайших сторонников Юлии Тимошенко, один из ближайших соратников Юлии Тимошенко и, между прочим, четвертий номер в списке Батьковщины в нашей студии. Добрый вечер. Рады вас видеть. Я маю вам, по-перше, сказать, что сегодня вы сделали сюрприз такой приемный. Первый номер несподиманно для всех Юлия Володимировна поступила. Первый номер сейчас у Надеи Савченко. Украинская летница, которая сейчас в российском плену и, дай бог, она все-таки окажется на свободе. Ведь вот одно дело, когда в тюрьме просто военнопленный, ну а другое, когда депутат украинского парламента. А вы сами, сами на это рассчитываете? Депутатство, депутатство, героев, и мы будем наполягать на том, что если идет полный обмен полоненными, в этот обмен должны быть вставлены в том числе и такие призвища героев, как призвища героини Савченко. Слава всех на всех в войне перед Большатом и Савченко. Мы с вами продолжим. Я хочу прерваться на сюжет. Вот город в Луганской области есть, давайте вместе посмотрим этот сюжет. Город, куда ЛНР не добралась. Там всегда были только украинские флаги. Хотя это всего 133 километра от городка Счастье. Сюжет о нем только что был, городок практически разрушен. Но вот всего два часа на машине и абсолютно другая ситуация. Счастье все разбито, а город призрак практически. Ну а в Сватово, откуда этот сюжет? Все спокойно. Ведь сегодня сложно объяснить, почему в районном центре города Сватово не менялся флаг Украины. Никто не ломал его, не срывал и не водружались флаги ЛНР, как в остальных городках. Были еще представители какой-то западных средств массовой информации говорят, а урны где? Я говорю, вот посмотрите, у нас урн. Я понастроил урн, можно их не волеизъявление бросать в любую урну, лишь бы только было не загашено. Первым делом, приехав с Сватово, мы направляемся куда? На рынок. Где, как не на рынке, узнаешь всю правду, как было, как есть, последние новости. Кстати, первое, что бросилось в глаза, это украинский флаг над рынком. Хотя это не государственное учреждение. Героям слава! Так в Луганской области неожиданно слышать такие слова. Да, а что это такое? Мы же, по-моему, на Украине живем. А? Не в Германии. У нас приехали, они пытались сделать свой революционный флаг. А мы их не поддерживали быстренько. У нас легко. У нас вышло мужчин до двух тысяч человек. У нас никто абсолютно не поддерживает ЛНР. А в чем секрет Луганская область? Почему? Вот луганчане, например, за Россию, там, Донецке тоже много людей за Россию. А родители неправильно воспитывают своих детей. Я вам скажу так. Любовь до Украины. Все. С чего начинается школа в Сватово, говорят с гимна Украины. А в этом доме живет долгожительница Ольга Федоровна. Она видела, что такое война, как летают пули, что такое бомбежка. Но только это была Вторая мировая война. Я ей сейчас не скажу. Понятно. Она не знает, что вы не знаете. Разменяла второй век. Это вам не шуточки. Мне бы к пенсии за это, денежек хочу. Хватала на лекарства и на витаминочки. Попрошу за это в Бога вам здоровья, сын. Ответите. В Киеве нас считают сепаратистом, а в Улганске считают предателем. А мы не хотим, чтобы мир был над головой. У нас на вертолеты военные не летали, а птички мир не над головой. Ирина Баглаев, Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, вот такая ситуация. Мы привыкли, что стереотип есть такой, что в Луганске люди поддерживают только одну силу. Для меня тоже было удивление. Всего там два часа на машине, абсолютно другой город, абсолютно другие настроения. Просто как и не Луганщина. Скажите, вот что делать с этим регионом, учитывая, что и Луганск он разный, и Донецк он разный. Много о серой зоне говорят, о варианте по аналогии с Приднестровьем. Как вы считаете, вот реально ли опасно, что Донбасс может превратиться в новое Приднестровье? Ну, вы знаете, я сам в Запорожье. И я могу привести такие факты, когда на кордоне, административном кордоне Запорожьего и Донецкого области пересекали наши хлопцы военные, в том числе и добровольные батальоны, например, Розовку, это последний пункт, буквально сразу начинается Донецкая область. В Розовке их встречали с квитами, приносили продукты, буквально через несколько километров их начали обстреливать. Поэтому, вы знаете, это не зависит от того, это Схид или Певденный Схид. Это зависит от того, насколько люди понимают, что сначала ты запускаешь с какими-то идеями людей, которые потом начинают стрелять в спину. И это хороший пример того, что не можно идти по шляху, который предлагали некоторые политики. Давайте отгородим ту часть Донбасса, которая сейчас контролируется ЛНР, ДНР. Стойно побудуемо. Больше того, называли образливыми словами их. Я вважаю, что все это территория Украины. И тот политик, который хоть слово скажет про то, что мы должны что-то отдать, хоть пять своей родной земли, это фактически провокатор, который играет на руку Путину. Потому что что делать? Работать одно. Я вважаю, что сейчас перемирие это фактор, который должен влаштовать фактически возможность наведения порядка первое в Збройных силах Украины. Потому что не может быть так, что Збройные силы Украины не имеют единого командования. По-друге, в тот же час мы должны использовать все механизмы и экономичного вплива, для того, чтобы разом с нашими союзниками в Европе и в США не только они использовали какие-то санкции, а на конец то, чтобы санкции были использованы стосовно агрессора. Потому что это удивительно звучит. Например, такой же Европейский Союз закрывает российские банки, которые прямо финансируют террористов, а эти банки в Украине спокойно далее действуют. У меня есть зауважение, я готов просто с вами поспоречаться, потому что, по-перше, вводят санкции, одни, другие, третие, но, как мы видим, Кремль фактически не реагирует. Но посмотрите, что происходит с рублем, посмотрите, что происходит с ценами. Сегодняшняя специальная заявка президента Путіна о том, что цены поднялись в Россию не потому, что введены санкции. Все чудово понимают. На жаль, это Путіна не запоняю. Я інший аргумент. Сегодня, ну, именно сегодня появилось заявление, о котором хочу и гостя спросить, и вам сказать. Словацкий премьер-министр заявил о том, что он отвергает идею о том, что Украина хоть когда-нибудь, эта прямая цитата, может стать членом НАТО. Это было сказано в интервью влиятельной словацкой газете, и слов словацкий премьер не выбирал. Я вас хочу запитать. Ваша политическая сила багато кажет, что Украине не треба идти в НАТО, но нескільки с такими настроями, которые уже прямо озвучиваются, нас чекают в НАТО? Вы знаете, это очень хорошо. Насколько готове НАТО принятие, которая имеет проблемы? Вы бачите, что даже стосовно санкций, о которых мы с вами говорили, не имеет консенсус в Евросоюзе? Вы знаете, проблемы, и это не ключевое для приема в НАТО. Я вам приведу пример Хорватии, которая так же была втягнута в войсковый конфликт на Балканах, сегодня является повноправным членом, 28-м членом Европейского Союза и НАТО. Если мы будем в таком способе действовать, то в далеком 90-м году, когда у нас выступал Буш старший в парламенте, я этот выступ запоминал на все свое життя, и радил напередодні проголошение независимости Украины, возможно, этого не делать, я думаю, что мы должны жить, в том числе, и своим пониманием. И тогда мир начинает нас принимать адекватно. Потому что сегодня никто не ставит это под суммой. Когда еще буквально несколько умовно месяцев тому, после завершения Революции Гидности, когда еще улицы горели и продолжали палаты, нам сказали, вы никогда не подписываете асоциацию, она подписана и в втором году будет ратифирована и Европейским парламентом, и Украинским. Пан Сергей, знаете, что люди скажут, которые сейчас нас смотрят, это много кто, что вы говорите правильные вещи, вы говорите про какие-то таки далекоглядные планы, планы, которые реализовываются но нам нужно что-то к членству в НАТО, это есть стандарты НАТО, это есть условия НАТО, это есть реформи экономичные, это есть борьба с коррупцией, это нужно нам как стране, это не НАТО нужно. И когда НАТО бачить, как и Европейский Союз, что страна выполняет эти обязанности, то абсолютно по-другому есть отношение к этой стране. А фловацкий премьер, на жаль, относится к этой частини, в том числе и Европейского Союза, и НАТО, которая подспевает Россию. Мы это знаем, но подождите, когда нужно принимать жесткие санкции, одноголосно, потому что там есть право вето даже одними страны в Европейском Союзе, одноголосно принимаются эти санкции. Есть хорошее запитание, если можно коротко, а как, по-вашему, реагирует Путин, как реагирует Москва, когда он увидит, что Украина действительно, скажем так, за крок до НАТО? Чи он отступится, зрозуміюще? Чи он, наоборот, начнет наступ, чтобы не допустить этого? А как реагирует Путин, если Украина будет реально бороться с коррупцией, с которой Путин не хочет бороться? А как реагирует Россия на то, что Украина начнет проводить реальные экономические реформы? Это наши конкретные дела. И эти дела нас або наплеживают до стандартов европейских, стандартов НАТОвских, або віддаляют. Тому я вважаю, что как раз эти выборы в парламент это ответ на ключевое вопрос. Або далее, как 23 года, говорильня, або мы делаем реальные кроки по экономических реформах, по борьбе с коррупцией, по проведению политических реформ, тогда нас будут принимать и в мире, и в Европе абсолютно по-другому. Вы знаете, это то, что мы все больше хотим, чтобы эти новые выборы изменили парламент, чтобы говорильню больше не было, чтобы наконец-то какие-то перемены происходили, были в том числе и новые лица. Ну, дай Бог, Надежда Савченко когда-то войдет в парламентский зал. Мы очень этого хотим. Для этого в десятце у нас семь новых людей. Дякую за размову. Дякую. Сергей Ларин далее должен появиться в студии. Если есть гость, да, пожалуйста, проходите. Итак, Сергей Ларин, один из лидеров оппозиционного блока. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, на самом деле вы сейчас в уникальной ситуации. Новость сегодняшнего дня. Мы много об этом говорили. Партия регионов, ну, практически самоустранилась политическая арена. Решила, что баллотироваться они не будут. И так получается, что, по сути, вы заняли эту нишу. Что теперь делать будете? Я вам хочу сказать, вот сегодня состоялась такой форум оппозиционных сил и был, по сути, создан оппозиционный блок, в состав которого вошли несколько политических партий, общественных организаций. Просто люди, гражданские активисты и разговоры шли о том сегодня в основном о войне. Выступали люди из различных регионов. Из Донецкой области, Луганска, Львова, Винницы. И все говорили о войне. Все говорили о том, что нам нужна единая Украина. Все говорили о том, что нам необходима проукраинская серьезная, сильная оппозиция. Все говорили о том, что необходимо восстановить мир. Поэтому те люди, которые сегодня объединились, объединились в объединенный блок, в оппозиционный блок, два ключевых тезиса. Первый. Мы за мир, мы против войны. Второй. Это мы за единую Украину. Но Украину, в которой каждый человек, каждое село, каждый район и каждая область будет чувствовать себя защищенной и будет чувствовать себя комфортно. Ну, вы знаете, давайте поговорим действительно об этом. Поговорим после сюжета. Что такое особый статус? Статус, о котором много говорят. И как живется сейчас в буферной, ну, в простонародье, серой зоне. Все это выяснял Ярослав Кричко. Между Мариуполем и Новоазовском. Если ехать в ту сторону, обязательно встретишь украинских военных. А за тем поворотом уже стоят террористы. Здесь серая зона. Так теперь называют поселок Широкино. У нас никого нету. У нас и нету никого нету. У нас никого нету. Мне уже пенсию не платят, потому что я нахожусь в ВТО. Или как оно называется? АТО. Матьки, вот так. На здании сельсовета нет флага. Власть в селе меняется часто. 98% Широкинских прогнозовало за ДНР, за независимость. Да, это правда. Но мы все равно мы хочем быть в составе Украины. Мы хочем быть в составе Украины. Нам все равно. Хоть та власть, хоть та власть. Нам лишь бы и было тихо. Последнюю неделю в селе действительно тихо, но страшно. И ДНРовцы предупредили, что по ночам, по ночам, по селу не ходить. Возможно, мародерство, возможно, разведка и так далее. Будем стрелять на поражение. А мы вот работаем. Надо. А там, может быть, час сделаю, а проявители это самое, разрушат и все. Олигархи, они, наверное, вот это свои деньги обмывают. И вот это же воюют. Это они между собой те, и те, и те не хотят отдать, и те не хотят отдавать свои. Вот и все. Что тут у нас, эти олигархи, сейчас развелось ворюх, воры в законе. И постоянно вот эти упреки, что мы убыточны, что мы не можем себя сами обеспечить. Ну, тогда оставьте нас в покое, оставьте. Раз мы такие плохие, бросьте нас. Мы как-то будем сами выковыриваться. Я хочу, знаете, что? Передать нашему руководству этот урожай. Пусть сварят кашу они. Из этой каши. Руководство какое? А я не знаю, какого там руководства. Куда вы сможете дозревать? И пусть с этой кашей порешают все вопросы положительные для нашей страны. Ярослав Кречко, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телекнал Интер. Донецкая область. Ну, вот такой сюжет. Такая ситуация. На самом деле, рядышком эти три города находятся, где были наши корреспонденты. Но ситуация очень разная. И видите, они иллюстрируют вот эти три пути. Так уж сложилось. Первый путь говорят о том, что надо биться до последнего патрона. Кто-то говорит, что нужны переговоры. Ну, вот этот городок, аналог такой серой зоны, которую предлагают. Ваш выбор. Вы знаете, я посмотрел только что этот сюжет, этих людей, и я сразу представил своих родителей. Мои родители, мои родственники живут в такой же зоне. Они сегодня находятся под обстрелами. Они сегодня находятся под угрозой, угрозой для их жизни. И для тех, и для многих людей, которые сегодня выступали, тоже многие родственники, родители живут сегодня в зоне войны. Они остались там? Ваши родственники? Да, остались. Родители не захотели уезжать. Они сказали, мы здесь родились, мы здесь жили, и если так суждено Богу, то мы здесь и останемся. Поэтому для многих политиков, которые выступают с этих трибун, Война – это игра. А для меня это не игра. Там находятся мои родители, находятся мой брат, мои родственники, мои друзья. Как не спутывать эту ситуацию? И спросите, я хочу сказать, что спросите их. Вот, вы слышали, да, о чем говорила сейчас женщина? Они все хотят одного. Они хотят, чтобы их оставили в покое. Они хотят мира. Они держатся за это хрупкое перемирие, где уменьшилось количество обстрелов, как за последнюю ниточку. И мы сегодня, наша сила, наш оппозиционный блок хочет действительно стать тем мостом или тем звеном, которого сегодня не хватает. А не хватает сегодня власть. Не понимает жителей Юго-Востока и Донбасса, а люди не доверяют власти. Сегодня они говорят, у нас же есть президент, есть парламент. Пожалуйста, сделайте, премьер-министр, сделайте все, чтобы у нас был мир. Мы готовы оставаться в Украине. Мы никуда не хотим. Мы здесь родились, мы здесь работали, платили налоги, растили детей. Не надо стрелять. Сергей, ну вот когда они говорят, сделайте все, а это их точка зрения, вы политик, вы, наверное, должны понимать, сделайте что. Что можно сделать для того, чтобы это перемирие, оно стало прочным миром? И насколько это вообще возможно? У меня на такой вопрос два варианта ответа. Первый вариант, нет ничего лучшего во время войны, чем перемирие. И нет ничего лучше, чем переговоры. Я предлагаю переговоры, это мы предлагали месяц назад, я лично два и три месяца назад. Переговоры с кем угодно для восстановления мира. А что касается тех людей, которые сегодня находятся там, где идет война, это они должны спросить у власти. Вы 200 дней находитесь у власти. Президент уже 100 дней. Что вы сделали для того, чтобы не рвались снаряды, чтобы каждый день не гибли люди, чтобы каждый день не калечились и солдаты, и мирные, и так далее? Что власть делает? Если вы не можете власть, не можете справиться с этой ситуацией, уйдите, скажите, мы не можем. А у нас сегодня правительство в полном составе идет парламент. Что за игры? Хотят опять получить дополнительные какие-то преференции во время войны? Вы мне скажите по поводу парламентских выборов. Вот на этой ситуации в Луганской и Донецкой областях удастся ли провести выборы, удастся ли провести голосование? Да, ну какие выборы? Ну, посмотрите, если мы считаем, и власть считает, что это украинская территория, где беженцы сегодня исчисляются сотнями тысяч, где не будет возможности не под дулами автоматов провести выборы, о чем мы можем говорить? Мы считаем, что проводить выборы в условиях войны по меньшей мере недальневидно, по большей степени преступно. Зачем сегодня эти выборы? Если не будет представлен, а он уже есть такие предпосылки, что Донецкая область и Луганская область не будет представлена в полном составе в следующем парламенте, то эти выборы будут как минимум или не легитимными, или, значит, этим людям, которым на этой территории не надо представить, если в Верховной Раде, тогда они будут считать себя в конец оставленными Украиной, украинской властью. Ну, послушайте, это не совсем правильная все-таки постановка вопроса, зачем нужны эти выборы, вы же тоже на них идете. Скорее всего, надо задумываться о том, а как решить эту проблему, как сделать, чтобы люди смогли проголосовать, чтобы эта территория не казалась отрезанной. Я с вами абсолютно согласен. Кто проводит выборы во время войны? Сегодня хрупкое перемирие. Никто не знает, что будет дальше. Я не вижу серьезных шагов со стороны власти по установлению долгосрочного мира. Что должно быть сделано? Что может быть сделано? Вот вы ждете этих шагов? Каких именно? Я еще раз повторю, власть должна вступить в переговоры. В переговоры. Честно, вот я становлюсь на сторону этой женщины, которая говорит, оставьте у нас покоя. Мне все равно, с кем вы будете вести переговоры. Вы же избраны. Мы в оппозиции, друзья. Я не знаю, кто с кем договаривается. Я читаю, точно как и вы, и узнаю из интернета, что происходит, кто с кем переговаривается за этой ширмой. Вы власть. Вы президент. Вы премьер-министр. Принимайте меры, обеспечьте безопасность людей, которые живут на украинской территории, которые хотят жить в Украине. Сергей, у меня есть прямой вопрос. Если можно коротко и честно. Вот так случилось, что ваша сила теперь, по сути, в политическом пространстве заняла то место, которое было у партии регионов. А чем вы отличаться от них будете? От партии регионов? От чем мы будем отличаться от партии регионов? В нашей сегодня в оппозиционном блоке представители многих политических сил, ну совершенно разные люди. И я, честно говоря, не хотел бы, чтобы нас сравнивали с партией, с одной партией, со второй. Наша задача сегодня, первое, восстановить мир. Второе, чтобы мы жили в единой Украине. И третье, чтобы власть услышала людей, которые живут на Юго-Востоке. Мы должны сегодня защищать интересы Юго-Востока. Придем к власти, мы также будем защищать интересы людей, которые живут в центре и на Западе. Ну, в этом наша миссия. Спасибо за разговор. Спасибо большое. Ну, на самом деле, нам важно было, чтобы вы сегодня увидели разных политиков, у которых разные, иногда кардинально противоположные. Поставьте буквально, да? Спасибо. Ну, чтобы вы услышали разных политиков, у которых разные, иногда кардинально противоположные мнения о том, что же все-таки делать с Донбассом. Ну, а выбирать, выбирать и руководство страны, и нам с вами, какую точку зрения поддержать. Продолжим. Если со статусом Донбасса еще предстоит разбираться, то вот с Крымом. С Крымом уже, к сожалению, все понятно. Это оккупированная территория. На которой Россия пытается свои порядки наводить. На полуострове именно сегодня выборы, ну, или, скажем так, псевдовыборы. Министерство иностранных дел Украины уже назвало их фарсом. Вот заявление. О фарсе по-крымски. Лариса Задорожная. Тигр по кличке Референдум доедает свое мясо. В другом вольере – зебра Россия. Символы незаконного крымского голосования. Предвыборные скандалы в Крыму докатились даже до зоопарка. Хозяину Референдума и России не дали участвовать в выборах. Снимают сильных. Решили создать карманный госсовет. У Олега Зубкова в голове мысли о России, а на часах остается герб Украины. Что уже означает смелость для Крыма. Шеф парламента местного. Он, как и большинство партий регионов, резко сменил ориентацию. Записался в путинскую «Единую Россию». Новое партийное лицо не понравилось. Она, ну, просто из одних уголовников, понимаете. 157 человек в списках числится с разными, в том числе и по тяжким преступлениям. Для жителей же Крыма все партии пока на одно лицо. Даже в названиях разобраться еще не успели. Единые коммунисты. И там швабщина. Чи русская Украина. Кто она там? Чи Россия. Хотя отличия все же есть. Кто больше любит Путина? Это новая крымская мода. Знакомые все лица. Некоторые депутаты сменили прописку киевскую на севастопольскую. Старые идеи Колесниченко, русский язык и дружба с Россией, Крыму уже не тренд. Теперь это есть. Автор диктаторских законов 16 января обещал коз разводить. Но обещания не выполнил. Баллотируется в Севастополе. Как выяснилось, нет у меня огорода. Где-то у меня дачи. Ситуация стала складываться таким образом, что стало понятно, что нужно возвращаться в политику. На незаконных выборах никаких упоминаний об Украине. Об этом писать, говорить просто опасно. Лизу Богудскую, которая писала голосование в Фейсбуке, задержала ФСБ. После допроса отпустила. Богудской пришлось бежать из Крыма. Стукачество стало нормой жизни. Мне достали вот такую стопку заявлений отовсюду по поводу того, что я вот там такое сказала, я вот там такое сделала, я вот там не вытаскиваю флажок из машины. Но мысли всех зачистить невозможно. Как спецслужбы не стараются. Спикера Крымского парламента Константинова в инженерно-педагогическом университете встретили так. Главная интрига незаконных выборов. Пойдут ли голосовать крымские татары? Меджлис призывает быкотировать голосование. Ну я бы, честно сказать, не пошел бы. Но надо идти заставят. Это здесь уже не то, а демократия, что мы были, закончилась. То, что демократия закончилась, заметили даже коммунисты. А это офис приверженцев ленинской идеи. Они из коммунистов Украины резко превратились в коммунистов России. Народ остывает, говорит Леонид Грач, крымский политический долгожитель. Крым уже сегодня стонет. Почему стонет? А потому что он ждал, ах, что все по-старому, да еще хуже, да один над другой на случай стонет. И как тут не остыть? Нет, это еще не все хорошо. Ну поменяли деньги, ну и что толку? А заводы-то стоят. Видите, все стоит. Зачем эти выборы Крыму? Ведь полномочия нынешнего парламента еще не закончились. Выборы нужны не Крыму, они нужны Москве. Для легитимизации, как им кажется, власти в Крыму, новой, теперь уже российской, для того, чтобы сделать все-таки чистку рядов, это еще один способ проверить на лояльность населения. Выборы хоть и крымские, но на бигбордах крымчан мало, повсюду москвичи. Вот Зюганов, вот Жириновский идут первыми в партийных списках. Что, когда-нибудь поменяют Москву на Симферополь? Не поменяют. Даже Брежнева с того света подняли. Вместе с названием КПСС получается какая-то политическая каша. Лариса Задорожная, Иван Кашкиндер, Елена Механик, Сергей Ведмедь. Подробности недели телеканал Интеркрым. Ну и что же сегодня происходило на полуострове, расскажет Юлия Крючкова. Она сейчас в Симферополе. Юрий, а пришли ли крымские татары голосовать? На избирательных участках лично я видела, как крымские татары шли голосовать. Но следует сказать, что среди них абсолютно разные настроения. Народ разделился. Одни пошли за Меджлисом, который призывал игнорировать выборы. Другие за общественной организацией «Единство Крыма», которая сотрудничает с крымскими властями. Выборы должны поставить точку в том процессе, который они называют присоединение Крыма к России. Законодательство избирательное не позволяло коренному народу Крыма быть адекватно представленными в органах власти. По этим двум причинам мы приняли решение. И по нашим данным большинство наших соотечественников последует нашему призыву. Я думаю, сегодня где-то 50% крымских татар пойдут на выборы и дадут свой голос. Потому что мы законопослушный народ. Участки уже закрыты и сейчас идет подсчет голосов, но уже есть данные экзитполов. По ним 70% избирателей сегодня проголосовали за Единую Россию. Также, по этим данным, 5% барьер преодолели еще две партии. Это КПРФ и ЛДПР. В принципе, смысла нет тратить время, ходить на выборы. Лучше заняться чем-нибудь полезным. Надеемся за все самое лучшее, которое может быть в нашем российском Крыму. КПРФ и ЛДПР. Есть несколько фактов, когда пытались или выдавали бюллетени одному человеку несколько раз. Еще есть признаки того, что готовится вброс бюллетеней. Но здесь, в Крыму, никто даже не сомневается о раскрытии этих фактов. На результаты выборов не повлияют. То, что административный ресурс был задействован по полной, говорили и многие участники выборного процесса. И хочу напомнить, что накануне Генеральная прокуратура Украины заявила, что проведение выборов 14 сентября в Крыму расценивается как попытка захвата власти. Организаторам пригрозило до 10 лет лишения свободы. Но здесь на это никто никак не отреагировал. Студия. Коллега, спасибо. Но вот вы когда о результатах экзотполов сказали, я удивился немножко. А когда из вашего же рассказа стало понятно, что, во-первых, не могут голосовать те, кто отказался от российского гражданства. Очень много людей, которые живут в Крыму, что международных наблюдателей нет. Все становится понятно с этими результатами. Продолжим далее. Да, Дима, сегодня в Харькове на площади свободы возле памятника Ленину подрались сторонники Единой Украины и пророссийски настроенные митингующие. Активисты Майдана попытались помешать проведению антиукраинского митинга, заняв заранее территорию возле памятника Ленину. Но ровно в пять часов сюда подошли агрессивно настроенные люди. Это представительницы так называемого женского движения Харькова. Завязалась словесная потасовка, которая переросла просто в нецензурный мат. В ход далее пошли кулаки и даже полетели яйца. Она на него кидалась. Милиция, держите эту женщину. Она кидалась в мусью. Лично мы насчитали как минимум с десяток стычек. Милиция едва успевала разъединять людей. Достаточно сильно досталось активистке Харьковского Майдана. Я не знаю за что, что произошло и раньше с этой женщиной я знакома не была. И сейчас я пишу заявление, потому что как только эта женщина отошла, стояла милиция, все это видели. Ее никто не арестовал. Я считаю для Харьковских женщин достойное поведение, потому что я наблюдал, как яйца кидали в них мужчины, молодые люди. Это раз. Второе. На санкционированный митинг на этой площадке все-таки подошли люди с Евромайдана. В итоге милиция оттеснила пророссийски настроенных митингующих к парку Шевченко. Именно благодаря этому градус эмоций значительно спал. И люди начали расходиться до следующего воскресенья. По нашей информации, милиция задержала одного активиста Майдана. При этом ни одного человека со стороны пророссийско настроенных активистов задержано не было. На данный момент активиста Майдана уже отпустили. Студия. Спасибо, коллега. Но мы-то здесь, в Киеве, давно уже забыли эти слова «Майдан», «Айти Майдан». Киев достаточно един, как и другие украинские города. Спасибо за рассказ. Продолжим. Из донбасского плена. Сегодня были освобождены еще пять заложников. Трое из батальона «Донбасс», один солдат и волонтер. Ну а за эту неделю в целом были освобождены более ста человек. О заложниках, об освобожденных и вот об этой долгожданной свободе и ее цене. Прямо сейчас и поговорим. Представлю наших гостей. У нас в студии. Василий Вовк, руководитель центра при СБУ, который занимается освобождением пленных. Переговорщик Виктор Маестренко и Ярослав Жилкин. Он ищет пропавших без вести. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Скажите, наверное, самый главный вопрос. Кто владеет статистикой? Сколько еще наших ребят остаются в плену у боевиков? Давайте, мабуть, я начну. Я хочу сказать, что последним временем гуманитарная складова в деятельности службы безопасности стала одной из приоритетных. И вам уже известно, что сегодня было где-то в певдень 5 граждан Украины. Как вы говорите, из Донбасского полона. Но мы это называем звольнением заручников. А вечером было проведено операцию службы безопасности Украины по звольнению еще 73 солдатів. Это простые рядовые військовослужбовцы наших ЗСУ. То есть буквально в эти хвилини, где-то в эти годы... Сколько еще остается? 73 – это хорошо. Это радует. Это что? Свято будет в родинах. Сколько остается? Только за последние несколько дней звольнено более 300. В основном, это військовослужбовцы. Я не хочу привезти до цифр, потому что, если я буду называть цифрами, вы в кинеце заплутаетесь. Но мова идет про сотни, сотни людей. Говорят про 600, 700. Яки поки еще остаются в полонне? Яки поки еще остаются в полонне. Ну, 300, вы врахуете, 300, уже майже 300 звольнено. Я не хочу привезти до конкретных цифр, оскільки каждую годину когось вывольняют. Ну, хотя бы порядок цифр, вы понимаете. Порядок цифр, БВД, про сотни людей. Виктор, а как освобождать этих людей? Какие есть подходы? Подходов разных много. Как я знаю, многие, есть несколько групп, кто занимается. То же самое СБУ и еще волонтеры. Данным вопросом, ну, я только за себя могу говорить. У нас, ну, мы больше как-то частным порядком. Получилось, как вот с самого начала. Ну, есть у напарника знакомые какие-то внутри, даже ДНР. То есть, где-то выходим, где-то нам помогают родственники. То есть, каждый случай, он отдельный. И бывает, например, там, маму попросили пленного, чтобы она помогла, сходила. То есть, ей объяснили, что говорить, как говорить. Ну, срабатывает. Можно я вам честный вопрос задам и всем гостям? Просто это важно и важно для понимания. Вот есть такой стереотип, я не знаю, правда это или нет. Но говорят, говорил с коллегами, говорил с журналистами, что если переговорщики выкупают людей за деньги, то это провоцирует террористов захватывать новых людей, захватывать новых заложников для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы это превратилось в бизнес. И очень часто тех, кто занимается освобождением наших ребят, их как раз и упрекают. В том, что да, вы выкупаете, вы платите деньги, спасая одного, вы провоцируете, что десятки будут захвачены. В плане выкупа, лично моя позиция, я совершенно против каких-либо выкупов. Вы меняли, вы не платили деньги. И не меняли. То есть, какие-то услуги оказываются. То есть, когда были еще в Славянске террористы, мы ездили, вывозили раненых, было на территорию Российской Федерации, за это отпускали людей. То есть, я против того, чтобы вносились какие-либо деньги. По какой причине? Во-первых, деньги это, как сказали, то есть, это провоцирует на новых пленных. А во-вторых, ну, представляете, то есть, сумма денег, она куда пойдет? Все равно на оружие, а это лишние жертвы, получается, ты проспонсируешь. Спасибо. Это важно было услышать, потому что, ну, это вот распространенное мнение, когда говорят о переговорщиках. Мы продолжим, я дам вам слово, давайте после сюжета это сделаем. Об ощущениях военнопленных, когда они оказываются на свободе, и когда могут обнять своих близких. Елена Механик, далее. Ну, я никогда не мог себе представить, что я смогу, там, неделю сидеть на скамейке или под стенкой, там, на полу. Что кто-то будет держать людей в подвале просто так. Когда нас били, то, ну, это было несколько человек, это было где-то человек, я думаю, ну, 5-6, может быть, 7, не знаю. Ну, я слышал разные глаза, но просто после того, как меня ударили, допустим, в нос, да, и сломали, по сути, то у меня было такое шоковое достаточно состояние. Мы поливали, там, голову бензином, приставляли нож к уху, тыкали пистолетом в голову или, там, в тело. Заходили часто и ночью тоже били дубинкой по коленям, по корпусу, чтобы не спали. Заходят, типа, не спишь? Не-не-не, не спим, не спим, не спим. Вот, и там мы просидели вот так где-то неделю завязанными глазами и руками. Условно говоря, мы проходили по статьям «Майдануты», «Правосеки», «Гомосеки» и «Предатели Донбасса». И я думал, что максимум мы там пробуем неделю, ну, полторы. И там ребята, которые уже были на тот момент, там один товарищ был две недели, один товарищ был десять дней. Вот, мне казалось, это какой-то космической цифрой, каким-то безумно длинным сроком, потому что, ну, то есть у нас была только та одежда, которая на нас. Я, у меня там все штаны были уже в крови, ну, никаких условий практически в туалет. Они выводили, в принципе, на улицу, нужно было попроситься, и выводили на улицу. Когда стало больше людей, то они поставили там, для малой нужды поставили баклажку, чтобы туда все ходили. Мне же вот, как бы, из этих фильмов говорили, типа, там, молитесь. Вот, и они там, это из фильма говорят, да, как бы, там, фильмы говорят. А мы искренне это восприняли и, в общем-то, молились. Ну, у меня был такой, скажем так, больше, наверное, культурный шок, потому что я удивлялся тому, что вот люди так откровенно и искренне, как бы, включились вот в эту, по сути, охоту за ведьмами, как бы. Потому что, по сути, мы, ну, и плюс меня удивляло то, что, ну, я же местный, я же, ну, земляк. Этот момент освобождения наступил, в общем-то, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, ожидаемо. То есть, вот, это был как раз 70-й день нашего там нахождения. Это было 4 июля, это день рождения моей мамы. А именно на этом параде, когда нас вывозили, основная большинство людей осталось на месте, даже не подошла, чтобы чину скидать. От парада, чтобы сказать, что там был негатив, не скажу. Потому что достаточно приятно было, когда нас уже перевозили назад, и ДНР, которые нас вывезли, мы говорили, что по маршруту 14-го Толейбуса и 16-го по всех стопчиках стояли синожовтые пропорции. Знаете, такие, ну, приятные такие впечатления. Мы говорим, что на ворожей территории, все-таки, как работают наши хлопцы, это приятно чути. Трошки важковато, ну, все-таки, звукнути до того, что перебиваешь у полон, что, типа, за законом, что, вообще, никто захочет, расстреляет, захочет, отпустит. Поломали ребер, триснута селезинка. Сейчас от часа выводили на расстрел. Мне достаточно тяжело было вставать из лишка в околом, а не ребер. Это же каждый раз требовало ногой подпевать. Он спросил, ну, расстреляйте уже тут кинец к концу, я уже не буду ходить. Найважче те, что просто не имею никакой информации и зволь. Знаете, как семья не дала зателефоновать, не сказать, где мы. Это было все на то, что люди могли витримать в советском таборе по 25-20 лет, то 21 день, это не той термин, их не смогли взломать. Насколько еще раз помолиться, это не может быть о пополнении. Совсем меньше чувства. И даже молитва приходит с таким, действительно, щирым сердцем. Людина первосмыслит своё життя, когда ты знаешь, что каждая хвилина может расстрелять. Это каждую единицу техники просто били, вот просто били, как в тире. Мы выехали, а нас клац-клац, 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 клац-клац. Причем делали это не пресловутые воины Донецкой Народной Республики, а делали это российские военные, профессиональные. Мы оказались в окружении. Потом нам обещали коридор, по которому мы выйдем. Мы еще сутки держались, больше суток. Но только для того, чтобы сохранить наших раненых, нам пришлось сложить оружие. Даже если тебя не оскорбляют, не унижают и не бьют, но ты находишься в закрытом пространстве, ты находишься вдали от своих близких, ты находишься вдали от своего дома, это уже плохо. Там в подвале у меня появилось вдохновение, как говорят. Но я как человек творческий начал писать. И я написал, тишина над полем битвы ратной и закат, как зарево огня. Нет пути вперед и нет обратно для моих друзей и для меня. И при первой же возможности, когда это будет возможно для меня, я 29 августа каждого года буду приезжать туда, под эту деревню Красноселье, или Красносельское, как оно называется правильно. И, наверное, буду долго стоять на коленях, на том месте, где лежат мои товарищи. Вот Киев, живет беспечная жизнь, мирная. Я приехал оттуда, где намного больше люди сосредоточены именно на том, что не так далеко идет война. Киевляне почему-то думают, что им ничего не грозит. Сладское слово свободы. Просто я действительно еще не весь здесь. Еще некоторая часть моя осталась там в подвале, с пацанами. Вот когда последний выйдет, я сказал, последний выйдет, я побреюсь, и туда я уже будет целый. Ну вот они, истории тех, кто освобожден. Мы будем говорить об освобождении наших ребят, об освобождении заложников с гостями. Но хочу сейчас еще один вопрос поднять. Ярослав, вы вот то, что называется поисковик. Я знаю, что вы были на Саурмогиле, искали, проводили там поиски погибших. Во-первых, как вы попали на эти территории, территории, которые контролируются самопровозглашенными республиками? Ну и самое важное, каким образом искать наших ребят, которые в понимании их родственников просто пропали без вести, никто не знает, где они? Вы знаете, ко мне обратился мой знакомый, это хороший товарищ, с которым мы поддерживаем связь, это директор Национального военно-исторического музея. Позвонил в воскресенье, сказал, есть договоренность на определенном уровне, есть возможность, и пока есть такое окно, надо поехать и поискать убитых наших солдат. Вы знаете, думал, не больше минуты, наверное, но я сказал, что я готов, я, наверное, позову других. Буквально нам было полдня на сборы, мы собрали первую группу, так называемую, у нас было 13 человек, если не ошибаюсь. Что вы увидели там? Мы не знали, чего мы ожидаем, потому что мы не знали, куда едем, какие будут обстоятельства, с кем договоренности, какие гарантии, но мы все-таки поехали. Мы поехали, слава богу, мы проникли в первый день без происшествий особых на район Савурмагилы, и мы, честно говоря, никто нам ничего не говорил, никаких заданий не делал. Мы говорили, приедьте, осмотритесь, посмотрите, что там есть. Мы посмотрели, ожидали все, что угодно. Мы думали там тысячи тел, штабелями, извините, ну такое жаргонное слово. Этого мы не увидели, но мы увидели страшную картину, потому что в прошлом году у нас в Савурмагиле мы проводили перезахоронение вахты памяти, открывали еще в прошлом году, уже в мирное время. И теперь она до невознаваемости, конечно, изменилась. Это сплошная каша, знаете, земля, перемешанная с боеприпасами, расплавленным металлом, извините, оторванная конечность. Это сгоревшая техника внутри экипажа. И вот это все, эта картина для меня, ну, это шок был страшный. Мы отработали первый день, еще несколько дней ездили в район Савурмагилы. Работа, объем там огромный. Сейчас работаем под Иловайском, потому что к нам обращаются и родственники, и командиры подразделений всевозможных, которые просят найти их павших товарищей, которые остались. Сколько вот, даже хотя бы в районе Савурмагилы, тел погибших, тел ребят, которых еще предстоит опознать? Вы знаете, не хватает сил. У нас всего лишь на сегодняшний день приехала вторая группа, мы будем разделяться. Ну, объем работы большой, не по телам, я имею в виду, а площадя поиска, понимаете, большие площади. Опасные, непростые, техника ломается, выходит из строя. Мы обращаемся, но, к сожалению, не все... Скажите, братские могилы есть? Есть. Термины, которые остались со времен Великой Отечественной, никогда не думал, что... Есть, есть братские могилы, последнюю мы отработали на 12 человек. Это небольшие, то есть это не может быть сотни человек, но достаточно есть такие массовые захоронения. К сожалению, большому могу сказать следующее, ни при одном солдате, при военнослужащем, который мы обнаружили, не был обнаружен индикационный жетон. Мы еще в моем месте говорили, что, ребята, обратите внимание, должны быть индикационные жетоны. Вторая мировая закончилась, мы 70 лет работали по советским солдатам и сетовали на то, что не было индивидуальных жетонов, как у немцев. У нас та же самая ситуация повторяется сейчас. Вы знаете, проблема может быть не только в том, что жетонов нет. Скажите, вот у меня ко всем вопрос. А есть какие-то списки, которые позволяют понять, кто там, кто не там, кто в заложниках, кто уже освобожден? Кого не нашли до сих пор, к сожалению? Вы знаете, что та сторона, не так бы мовить, опубликовала списки в интернете. Там есть 400, если я не помиляюсь, где-то все приблизно. Я думаю, это не полные списки. Но они опубликовали их, и деякие из них попадают с нашими списками. Если брать эти 73 человека, которых мы освобили годину или две назад, то большинство из них попадают с этими списками. Но я думаю, что ограничиться лишь тем, что они показывают, мы не будем. У нас есть своя информация. И где-то, когда она, ну, понятно, больше список, чем те, что они выдали. Но я хотел бы сейчас вернуться до той формулы, про которую вы говорите, все на все. Я именно об этом хотел всех спросить. Вот есть сейчас формула, которую, я насколько понимаю, Украина приняла. Вы абсолютно правильно об этом заговорили. Всех на всех. А удастся ли поменять всех на всех? И насколько вообще правильно менять всех на всех? Потому что, ну, была и другая формула. Там 10 на 10. Вот количество на количество. В Минске была такая умова представителей, так называемых ДНР, ЛНР, чтобы менять всех на всех. Однако, они сами пришли до выяснений, что сейчас неможливо установить всех. Поэтому и менять неможливо. Оскільки неможливость такой формулы перебачивана, то мы сейчас, видите, как бы позволяем, кого можем вызвать, и отдаем им, кого можем отдать. Виктор, а Вы поддерживаете эту схему? Сложно сейчас определиться, сколько там реально человек находится. Плюс такие вот из последних случаев, например, я больше занимаюсь гражданскими людьми, не военными, а гражданскими. Это волонтеры, кто попадает к террористам в плен, это журналисты. А в процентном соотношении гражданских и военных? Их меньше, но я сейчас объясню, почему этим важно тоже заниматься. Потому что, скажем, волонтеров сейчас довольно часто начинают брать в плен, как военных. То есть, смотрит человек, возит гуманитарную помощь, говорит, вот ты, значит, идейный. И начинают и содержать, то есть, как военного человека. Отношение как к бойцу нацгвардии, который совершенно, скажем так, идейный. В этом сложности, потому что, ну не знаю, там в списках военных, скорее всего, нет волонтеров, правильно? Когда при обмене военных пленах. И как-то определиться, сколько там реально народу, вот всех на всех, оно не получается. Вот говорю, последний случай, люди попали в июле месяце в плен. И только в начале сентября мы нашли, где они находятся, что они живут. То есть, уже руки опустили, думали, что... Ярослав, а вы историей занимаетесь. А как во время Великой Отечественной? Были ли обмены и какая там была схема? Насколько я помню, помните знаменитая фраза Сталина? Говорит, мы солдатных генералов не меняем на фельдмаршалов. Это когда было касалось его сына. Ну, насколько я помню, может быть, неофициально это проводилось, но вообще это не практиковалось. То есть, тот режим, советский режим, не признавал советского военнопленного. То есть, не должен был советский военнослужащий сдаться в плен. Он должен был застрелиться или убить в бою, мужественно защищая свою Родину. К счастью, к счастью, другие времена. Скажите, важный вопрос. Есть информация, не знаю, скажете вы мне, правда или нет, что когда отпускают наших ребят, ставят условия, что мы отпустим лишь при том условии, что вы не возьмете больше никогда в руки оружия, не будете воювать против ЛНР, ДНР так называемых. Есть ли это? Насколько это распространено? И как с этим быть? Вы знаете, даже близко у Минску мова про какие-то условия, чтобы брать или не брать оружие в руки, не шла. Я думаю, что мы тоже понимаем все, что проконтролировать выполнение этой условии практически невозможно. Как с той, так и с другой стороны. А мы такие условия тоже не ставим, тех, кого звольняем, тех, кого меняем? Ну, я хочу нагласить, что мова про обмін взагалі не идет. Обмін – это что-то в области торговли. Мы ведем мову. Служба безопасности про заручников, про тех, кто незаконно утримается, насильно утримается озброенными формированиями незаконными и террористическими группами, их вызовывание. Инколи, при этом вызовывании, мы используем тех людей, которые у нас находятся под вартою, таким шляхом, что меняем миру запобежного захода на меньше мяку. Но это люди, которые не совершили насильственные злочины, которые не имели оружие, которые, в принципе, являются сепаратистами, то бишь, не воювали. И я думаю, тут мы вчиняем правильно и декого передаем тій стороне. У меня очень короткий вопрос, нам надо на рекламу уходить. Как каждому из вас кажется, вот когда этот процесс завершится, когда последний украинский заложник, последний парень, который воевал, либо последний волонтер будет освобожден, насколько близок этот день? Если можно коротко. Тяжело так? Наверное, вы знаете, как вы говорите, у нас война не закончится, пока не похоронен последний солдат. Вот могу сказать следующее. Мы, наверное, никогда не найдем последнего. Виктор, к сожалению, наверное, тоже соглашусь. Буду пессимистом. Наверное, это быстро сейчас не закончится. К сожалению. Стоит это понимать. Спасибо большое за разговор. Спасибо, что были в студии. Мы прерываемся на рекламу, но ненадолго. И далее продолжим говорить и о Донбассе, и об экономике. Дождитесь, пожалуйста. Это подробности недели. Мы продолжаем. Мы сегодня с вами говорили и о выборах, и ситуации на Донбассе. Но есть еще одна очень важная тема. Экономика. Война войной, но нужно думать и о мирной жизни. Я представлю наших гостей. С ними об экономике поговорим. Анатолий Максюта, министр экономики Украины. Ну, формально должно звучать министр экономического развития. В принципе, в сути это не меняет. И Виктор Пензенник. Человек, который возглавлял и Министерство финансов, и Министерство экономики. Был вице-премьер-министром Украины. Человек известный. Так что, услышим сейчас ваше мнение. Скажите важный вопрос, с которого я хотел бы начать. Я вот буквально вчера разговаривал с Андресом Аслундом. Наверняка вы его знаете. Известный американский экономист. Здесь он в Киеве сейчас выступал на форуме ЕС. Вот мы общались. Андрес сказал, что по его мнению, по мнению его коллег, Украина сейчас находится в преддефолтном состоянии. Что до дефолта, если не проводить реформы, остались буквально считанные дни, считанные месяцы. Что же происходит на самом деле, господин Максюта? Насколько Украина близка к дефолту, по мнению правительства? Раз уж американские экономисты об этом говорят. На самом деле, я выполняю Чебровский министр экономики. Что касается вашего вопроса, я бы сказал так, что сегодня мы не только втрачаем кровь в кращих сценах Украины, экономика также втрачает свою кровь. И это, прежде всего, гроши, это экономичная активность. И ситуация действительно непроста. Сколько этих кровь осталось? Ну, еще достаточно для того, чтобы жить, но не только жить, но и нужно развиваться. Поэтому на шляху до развития нужно сделать две вещи. Это действительно проводить реформы, то есть создавать умовы, при которых бы кровь – это инвестиции в Украину, при которых бы инвесторы шли в Украину. Пока что они верят в Украину, они цікавятся. И последний индекс конкурентоспроможности как раз свидетельствует о том, что мы поліпшили свои позиции, но это поліпшение основано на вере в то, что в Украине станет лучше. Скажите, вы правильную фразу говорите, что у Украины потребны реформи, но выражение и ощущение, что в прошлом году мы не было реформ, которые могли Украину присунули вперед. Почему их не было? Основным фактором, который сегодня влияет на экономическое життя, это ситуация, которая происходит в Схидных районах, и мы это должны правильно сказать, это привлекает финансовые ресурсы, это привлекает людские ресурсы, и это даёт плохие ожидания для инвесторов. Поэтому мы сделали много, я хотел бы сказать, что сделали достаточно много, в частности дерегуляции, в отличие от много дозвольных документов, которые спрощают работу бизнеса, но проблема в том, что мы создадим условия, но нужно на этих условиях, чтобы люди могли работать. Для этого нужны деньги, кредиты, инвестиции, и это плохо, потому что сегодня Украина больше своих ресурсов выдаёт. Давайте мы как-то загостримаем это вопрос. Дивите, кого не запитаешь? Люди говорят, что реформ не было, реформ не встачало. Мы говорили в студии с президентом Саакашвили минулой недели, он сказал, что даже во время войны Грузия проводила реформы. Пан Пензенек, что вы можете сказать? Давайте я начну с тези, которую вы звучали, потому что очень важно правильно трактовать то, что сказал Андерс Асланд, что когда вы позичите один доллар, когда вы одну гривню позичите, это уже загроза дефолту. Потому что дефолт – это не способность обслуживаться бурги. Когда говорятся такие вещи, это не означает, что завтра станет дефолт. Он может взяли не статись. Он говорит только о важности, очень серьезных, принциповых решениях, которые нужны для того, чтобы в этой ситуации выжить. Я, насколько я понимаю, с нашей разговой, Андерс мав на увазе, что если мы не проводим реформы, у нас осталось буквально несколько месяцев. На вашу думку, когда дедлайн? Не можно. Тут нет такого дедлайна. На жаль, такие вещи вы никогда не можете сказать, что это станет в понедельник или в середу. Единственное, что вы можете сказать, что если эта дорога не зайти, а это дорога нарушивания боргу, то уникнуть дефолту невозможно. Но я еще раз хочу нарушить, что это не пререченность. Это означает, что нужно проводить решительные реформы. У нас складывается феноменальная ситуация, попри серьезные сложности, которые есть в экономике. Мы имеем уникальный шанс для рука. Шанс, который мы обязаны выкрепить. Мы, как никогда, можем это сделать. Я бы тут никогда... Не дается, что мы этот шанс с Гайлой... Півроку. Мне не дается, хотя я, возможно, как никто, вважал бы, что за этот час мало быть сделаны набагато решительные кроки. Но что стало за последние півроки? Если бы это не случилось, то мы уже, на жаль, могли бы говорить про значительно серьезные проблемы. За эти півроки удалось отновить финансирование. Отже, страна дійшла до этапа, когда она не может позичить гроши. Можете масштаб таких проблем только в бюджете, не может позичить на открытом рынке гроши. А это уже загроза, про который мы только что говорили. Так вот, восстановление программы и определенные кроки по скорочению разрыва дирки в бюджете это позитивный сигнал. Единая, я скажу, что я очевиден, что больше шутких проблем, решений, потому что дирка остается в большой момент. Почему их не было? Почему не было шутких решений? Тих, которых и вы чекали, и мы чекали, и все чекали. Ну, тут мне важно сказать. Тут лучше я попросил коллегу Зури говорить. А мы, коллегу, запитаем. Давайте мы... Я готов вам дать слово. Давайте мы прервемся. У нас есть сейчас связь с Брюсселем. В этом неделе вступили в силу новые санкции Евросоюза в отношении России. И сейчас на связи наш саппорт в Брюсселе София Гордиенко. София, а как Европа пытается повлиять на Москву? Этот пакет санкций принимали со скрипом. Его подготовили уже давно, но каждый раз, когда лидеры есть, встречались, возникали заминки. И первую скрипку играла Финляндия. Мол, вот он же мир, к чему такие крайности. Хотя было похоже, что страна просто торговалась, опасаясь ответа России. И то, что санкции теперь принято, это тоже факт неоднозначный. Ведь это может означать, что в Брюсселе от России ждут подвоха. И так оно и вышло. Кремль добился того, что вступление в силу соглашения об ассоциации Украины с ЕС будет осрочено более чем на год. Люди знакомые с ситуацией, не понаслышке, комментируют это как давление России не только на Украину, но и на Европу тоже. В общем, это своего рода шантаж. Угрозой сорвать хрупкое и не всегда очевидное перемирие, Москва пытается держать всех за горло и диктовать свои условия. Иногда это удается, иногда нет. Как в случае с ответными мерами Кремля, похожими единственными санкциями, которые реально ударили по россиянам в первую очередь. Нам кажется, что тут больше страдают российские потребители, чем европейские фермеры. Только 1-2% того, что мы выпускаем, идет в Россию. Впрочем, даже от этих не особо эффективных санкций Европа может вполне отказаться. Херман Дон Ромте, президент Европейского Совета, заявил, что в Брюсселе пристально наблюдают за Восточно-Украинским фронтом и российскими действиями. Если ухудшения не будет, то санкции могут и отменить. Дмитрий? Коллега, спасибо. София Гордиенко из Брюсселя. У нас спутник висел, потому что мы обязаны были поговорить с нашим брюссельским корреспондентом. Почему создалось это ощущение, да и не только ощущение, почему в Украине за эти полгода не было реформ? Реформы, в отсутствии которых тот же Каха Бентукидзе говорит, говорит очень жестко, говорит о том, что Украина во многом потеряла, уже потеряла свой шанс. Как вы это объясните? Дивите, я хотел бы сказать, что действительно Украина сделала несколько важных решений, которые можно считать реформами насамперед, в сфере создания бизнес-середовища. Но страна, которая воюет, ее тяжело делать быстрые реформы, потому что быстрые реформы потребуют финансирования. Я хочу сказать, чтобы все понимали, что реформы за бесплатно не бывают. Реформы потребуют финансирования. Действительно, мы залучили финансирование, и это... Дивите, Евросоюз уже кілька разів говорили, что он готов надать гроши на реформи, но тем не менее мы сейчас говорим с вами про какие-то долготривалые речи, а люди розчаровані, цены ростут, гривня падает, все ждут перемен, перемен нема. Сьогодні залучено уже понад 10 миллиардов, чтобы взяти все разом с МВФ и с системными позиками Святого банка. Действительно, нам допомагают международные организации, нам допомагают Европейский Союз и другие доноры. Но это позичание денег, это финансирование. А главное, что нам нужно сделать, нам нужно восстановить производство, потому что производство падает, ВВП падает, а это основа бюджета, это основа стабильности гривней, это основа для людей рабочих мест, что в них было, и это главное. Но для этого нужно сделать две вещи. Первое, это действительно реформи институционных, то есть нужно создать, чтобы суды правильно судили, чтобы государственные службовцы правильно были на своих местах, чтобы предприятия имели доступ до дозволов и финансирования, но второй этап, это нужно конкретных инвесторов привести. Я, конечно, слушал, у меня единственное вопрос. Шесть месяцев минулого, и сейчас министр экономики, выполняющий обвески, каже, что нужно сделать. Почему это не было сделано за минулые пів года? Это много времени, и это шанс, который мы втрачаем. Я не могу сказать, что не было ничего сделано. Уряд это сделано в тих и будет до 2017 года, и там будет все покроково выписано, каким образом мы дальше будем... Просто я бы остановился более детально, но нет времени. Пан Викторе, а если бы вы сейчас были в уряде, как бы вы делали? Я не в уряде, но я несколько комментариев хотел бы дать. Первый, проблемы, которые мы переживаем на Сходе, в Крыму, и в экономике очень связаны. И я в любом случае никогда не поделюсь позиции, что нужно одно и потом и потом делать. Одночасно. Ну, экономика так происходит. У нас такие вызовы, что мы делать не можем. Но я хотел бы заперечить эту тезу, которая тут звучала, что мы упустили свой шанс. Ни, у нас шанс есть. Нема ситуации без выхода. И мы... Нема... Чи упустили мы півроку? Давайте так поставим. Знаете, это уже в прошлое, это прошлое. Ну, давайте не будем торпатись в прошлое. Мы должны жить в будущем. Я стверджу, шанс есть. И страна обязана использовать ее. Тем более, как и когда тут приятные умовы. Ситуация вкладывается, на мой взгляд, очень хорошая для прорыва. Но я слышал еще одну тезу в сюжете из Европы, и она меня турбует. Я, на жаль, это больше поведен, как украинские СМИ. Про то, что угода с ЕС не откладывается. Не правда. Скажите, как на самом деле. Угода с Европейским Союзом не откладывается. Я бы хотел, чтобы все зрозумели, что происходит. Если вам известно, угода уже вступила в силу. До ратификации Европейский Союз одностороннего порядка ввел режим вільной торговли в Украине. До 1-го листопада. Для того, чтобы продолжить, нужно было ратифицировать угоду. Что случилось и что будет в Союзе втрох? Угода будет ратификована. Украина получает доступ и дальше, не только до 1-го листопада, до европейских рынков. Но угода предотвращала второй пункт, что Украина откроет свои рынки для европейских товаров. Так вот, в этой части Европа погодилась, что мы не будем вимагать от Украины снижения мид, негайно снижения мид на европейские товары. Украина из этого ничего не програет. Украина доступ до европейских рынков отримала и отримает. Но в замену Украина отримает мид и доходы бюджета. Бюджет и защит отчетных виробников. Единый червячок, который меня садит. Это проблема европейских партнеров, Украину это никак не зачипает. Почему Европа погодилась на вимоги стороне, которая вообще не имеет никакого отношения к этих угод? Это един момент. Но еще раз хочу пан Виктор, у нас как раз по этому поводу есть сюжет, мы на него прервемся. Вы очень правильный вопрос задали, почему Европа дрогнула, отступила под давлением России, страны, которая не имеет никакого прямого отношения к взаимоотношениям Украины и Европейского Союза. Россия похожа с ответом на санкции Запада. Не медлит, она пригрозила предпринять новые меры, вдобавок к тому продуктовому эмбарго, который уже появился. Ну, если политическое руководство страны делает вид, что и с санкциями России проживет, то на местах в глубинке европейские воспитательные меры уже почувствовали. Наш московский корреспондент Дмитрий Иловский побывал на предприятиях, где это особенно очевидно. Вот Ершово, небольшой городок буквально в 50 километрах от Москвы. Именно здесь находится одно из двух российских предприятий финской компании Валю, другое под Питером. Ну, если посмотреть по сторонам, то буквально островок такой финской скандинавской стабильности. Но все ли в этом городе так спокойно? Особо нет. Не играет, да? Ага. Весь товар шел на продажу, он, кстати, не очень-то дешевый был. Здесь самое дорогое место. Да, в Ершово. Да, Звенигород, там вот, вот сейчас еду в Звенигород, чтобы отовариться. Здесь нет в социальных магазинах. Водитель погрузчик работал. Ну, нормальная продукция там вроде так делается, ну, так-то вроде более фигня. Я вообще считаю, что вот такие подобные события, они, конечно, не очень правильные. Финская компания, которая как раз производит эти легендарные сырки, попала, попала под санкции. Вот на этом самом комбинате в городке Ершово, Московская область, пришлось сократить рабочих. Часть отправили в отпуск, а часть все-таки еще верит в светлое будущее российской промышленности. Хотелось, чтобы у нас уже свои открывали здесь заводы. Именно Россия, а не голландцы. Вот так вот, они немцы, не японцы. А самое главное, им теперь надо искать поставщиков местного сырья. Раньше делали сырые масла из финского молока, все, теперь нельзя. На этом беды не закончились. В питерском офисе компании прошли обыски, что искали непонятно, но финны эту ситуацию почему-то отказываются комментировать. Возможно, потому что решили не портить отношения с большим соседом Россией. Войну сыров не захотели просто превращать в войну миров. Да и ко всеевропейским санкциям горячие финские парни присоединялись не очень охотно. Говорили, нам же хуже в итоге будет. Обыски и введение новых правил россиян в Хельсинки готовы потерпеть, а простые жители Ершова терпят уже давно. Ну что беспокоит, цены растут. Вот это беспокоит. Пенсии не прибавляют. Прибавили в этом году в апреле один процент. Это что там? Вообще ничего. Даже на хлеб это не хватит. Под гнетом санкций и российские граждане, и российские производители. Мурманский рыбокомбинат после запрета на ввоз норвежской рыбы буквально встал. Владельцы предприятия даже с правительством судиться собираются. Но правда перспектив у такого иска, конечно, немного. А в Москве тем временем продолжают говорить о новых санкциях России против Запада, которые больше похожи на санкции России против самой России. Вершова уже невесело шутит. Раньше было Валио, теперь надо с Валио. Куда подальше из страны. Дмитрий Иловский, Виталий Коваленко. Подробности недели. Московское бюро телеканала Интер. И вот новость последних минут. Новость из России. В Москве избили шеф-продюсера и ведущего телеканала Дождь Ксению Батанову. Это единственный оппозиционный российский канал. Он рассказывает правду и о событиях в Украине, и о политической ситуации в самой России. Батановы нанесли около 10 ударов по лицу. Сейчас ведущая находится в больнице. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрите. До встречи ровно через неделю. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова